Вот, у нас в гостях Михаил Кричев, я пытался в интернете все регалии прочитать и запомнить, Миша. Я их прочитал, честно, позавидовал, но не запомнил ничего, конечно. Потому что их так много, даже больше, чем у тебя картина. Ну, все расселись. Ну, что-то, расскажи два слова о себе просто. С чего начал, как ты пришел в Афгик, закончил институт, как долго учился, снимал курсовые работы, понял, что не можешь жить без кино и пошел дальше. Ну, это, соответственно, трудно будет диалог, просто должен говорить. Да, в Афгик я действительно пришел, но тогда меня Илья Демин позвал, после кинофильма «Возвращение», по-моему, это было. Вот, где я пытался что-то рассказывать о процессе, о котором еще имел мало представления, обход отбеливания позитива. Ну, благо Илья меня поддержал, в общем, как-то все случилось. Вот, это был маленький образовательный процесс в Афгике. А в остальном, как-то так получилось, что обстоятельства сложились так, что люди, которые у нее попадались на пути, документалисты Леонид Круглов, с которым довелось поехать поснимать документальное кино. Попутешествовать по миру Андрей Новоселов, с которым мы снимали какие-то музыкальные видео. И со временем это привело к знакомству с Андреем Звегинцем, с которым мы сняли три теленовеллы для «Черной комнаты». Это был твой старт, Баку Борисович? Ну, такой художественный старт, да. Ну, дальше там случилась «Теория за пояс» Наталья Кругловича. Любимая моя картина. Да, ну, если бы продюсеры все-таки дали бы ей смонтировать эту тему, я думаю, что он мог бы прозвучать более интересно. Вот. Ну, как-то дальше все. Я включил, я нашел. Может быть, микрофон сейчас ничего не слышал. А, да? Да. Окей. Хорошо. Тем более, это было не самое интересное, наверное, начальник. Жаль, жаль, жаль. Мы сегодня посмотрели фильм «Левиафан». Ну, говорить бы не только об этом, не только о картине, хотя хочу напомнить, что у нас, я громко, напомню, что у нас встреча операторов. В зале присутствуют еще художники. Руки поднимите? Ну, немного, так по жизни. И режиссеры. Я не просил руку, не важно, хорошо. Вот. Два слова. Все, Миш, у меня просто маленькая преамбула. Тут два курса операторов молодые, совсем сидят, и уже, которые скоро дипломники будут. На каждом экзамене, при вопросе, кто ваш любимый оператор, как вы думаете, Михаил, что они отвечают? Таревский, он же. Некоторые, да. Таревский. Мне говорят, либо Владимир Иванович Юсов, вот, либо Урусевский. А, знаете, картины, не знают. С Кришманом проще. Там есть фильм, там, типа, Елена, вообще, кого запомнят. Подруга Лена говорит, Елена, Елена. Но, однако же, все после поступления начинают меня мучить, спрашивать. А вот, Илья, вот, скажите, а вот никто у нас, среди операторов современных, не работает в этой манере, такой мягкого, пластичного отсутствия цвета. И как вот Миша умудрялся сделать, Михаил Кришман умудрялся сделать это с пленкой, без пленки, на цифры. И вот как вот, я пытался рассказывать, может, в двух словах расскажешь им про Белку, чтобы эту тему закрыть сразу, может, для разгона. Да, да. Была такая эпоха, люди когда-то снимали кино, наверное, на пленку, действительно. Такое ощущение, что было очень давно, к сожалению. Мне с этим процессом помог познакомиться... Кто был в лаборатории? Эдик Гимп? Нет, 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 я имею в виду ВГИКа. Кто занимался процессом? Коновал. Коновал? Конечно, он. Да. И он мне выдал, я приперст к нему, и он мне выдал чей-то реферат, иракского или иранского парня, который был на тему обхода в белье вне негатива. Вот. Я, значит, все, что смог, я вынес оттуда. А также была еще замечательная книжка, есть она, это «20 операторов за работой», по-моему, называется. Такой Бенджамин Бергери, очень хороший дядька. Он делает самые крутые интервью для американским кинематографа. Вот он выпустил такую книгу уже, наверное, лет 10 назад, больше. Да. Интервью с мощными операторами, современными и не только. И там, собственно, по-моему, Денис Денис Ленуар делал тесты об худоотбеливании, чего бы то ни было. Интермедиа, негатива, позитива, цветного, малоцветного, многоцветного. И, в общем, начитавшись этих рефератов и этих статей, я как-то к чему-то там пришел, более-менее по-визуально, я имею в виду исключительно не эмпирически, а вот так, просто литературно, начитавшись это всего. Вот. Я пришел к продюсеру и сказал, что хочу сделать тест. Мы этот тест сняли с уже героями фильма «Возвращение». До начала съемок, там было еще несколько месяцев. И мы поехали, он нас отправил в Прагу. Ну, я имею в виду, что мы сами попытались это найти, потому что вроде как здесь этого никто не делал. На Саламандре на меня что-то там даже не посмотрели. В общем, поехали мы в Прагу. Мне предложили, как я потом узнал уже, это не было чистое об худоотбеливание. Что такое об худоотбеливание? Это цветообразующее серебро, которое в негативе, собственно, смывается впоследствии в ванной. Говори как со мной просто. Я, собственно, по-моему, это и сделаю. Эта ванна обходится, то есть она исключается из процесса, и все серебро остается на пленке, на позитиве. И от этого цвет сильно уходит. Ну, практически все цвета. То есть красный становится более глухим, таким более благородным. Уходит такой кричащий синий. И что важно было на тот момент для возвращения, прибить зелень. Чтобы она была холоднее и не благородной зеленой. Потому что мы как раз снимали в июне. Самое неприятное зелень, которое лезет везде. Да, да. У нас там были как раз леса и озера, поэтому это все нужно было каким-то образом. Ну, в общем, я придумал такое решение. И сильно им гордился. В... Я сказал в Польше? В Чехии. 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 В Чехии нам не сделали. Нам сделали 25% серебра, они могли оставить 50% и 75%. В общем, даже 75% выгодило довольно скудно. То есть это было не очень. Ну, так себе. Когда мы приехали в Москву. И тогда Гимпель с колдовым попробуем полностью обойти Вану и сделал это. То есть наша русская... А я даже не знал. То есть ты делал опыт в Чехии? Да. Но они не сделали то, что нам надо. И в итоге делал Телос Ламандра. Вот. То есть мастер-позитив, именно мастер-мастер, он там был, не знаю, четвертым, четвертым или пятым по счету. Вот он был каким надо и уже... То есть если смотреть это без... То есть с обходом отбеливания, в нормальном процессе, то это довольно цветное кино такое. Вот. Мы пытались это повторить. Ну, для DVD, конечно, это все равно не так все, не так хорошо. Ну, то, что цвет прибиваешь, но все равно не так, не такой... Потому что здесь процесс, он нелинейный. Потому что тут серебро, оно себя по-другому ведет. Оно, это органический процесс. То есть это трудно реплицировать. Более того, недавно продюсер «Возвращение и изгнание», Дмитрий Лисневский, дал зеленый свет на то, чтобы фильмы оцифровать. И мы отсканировали оба фильма. И с тем же колористом, вот, с сыном Бажены Масленниковой, который, собственно, и делал «Возвращение» с Иваном, мы пытались повторить это. Уже в цифре. То есть сосканировали, на выслайде, на чем-то мы там это делали, на люстре, да. Ну, какие-то вещи, да. Простые вещи, да. А вот, например, когда они выплывают из тумана, если кто-то это помнит, туман-туман, там на лодке выплывают. Вот не получается и все. Потому что, понимаешь, там туман, как только у тебя появляется какой-то элемент темный, да, серебро начинает, оно туда бросается. И оно, зато все остальное, полутона, они как бы остаются светлыми, они за туманом. То есть там было более графичное изображение, и контраст, он самый такой регулирующийся был. То есть в него влезть невозможно. А так, когда ты смотришь на просто обычный негатив, там всегда-то что-то все есть. То есть мы пытались делать пассы, переходы, ничего не вышло, почему оставили, очень много интересного. Да. Ну и как ты после этого к цифре относишься? После всего этого сказали? Ну, учиться работать после чего? Ну, пока не умеет. Я про себя. Пока не умеет, ты про себя. А, тут все умеет, тут нормально. Я тут смогу вопросы. Да, задавай. Так, ну если у вас есть какие-то маленькие вопросы, ребята, то начинайте тихонечко. Вообще про творчество и про этот фильм. А можно по поводу фильма «Елена»? Ответ нельзя. Можно, конечно, говорить. Я так понимаю, это была квартира, да? Это не декорация. Ах, ты прочитал бы интервью в прессе. Это декорация, огромная декорация, построенная специально, по размерам, чтобы могли оператор с режиссером снять всю картину не шукоугольниками, а для фокусных, это был принцип решения режиссера. Правильно ли? Да. Режиссер и оператор. Потому что там был еще интерес, кадр как раз выяснился на балкон. И это декорации, и вороны декорации, и голуби, и построены так. Дором настоящий. Дором настоящий, да. Тогда вопрос такой. У вас почти все время в этой квартире солнечный свет. Практически все время. Это вот... Почему такое решение? Специальное решение, чтобы разделить эти два пространства, квартиру Владимира и квартиру сына, героини. Там никогда нет солнца. Ну, оно такое довольно прямолинейное, но вот, помимо того, что оно практически настоящее пространство, то маленькое. То есть оно соответствует такой малой витражке. Тоже построенное. Тоже построенное, да. Специально маленькое, тесное. Да, с тремя окнами, да. Вот, по-моему, так и было там, не знаю, 47-48 метров. Там никогда нет солнца. Там только трубы в окнах. А здесь, да, здесь солнце. В чем вопрос? Ну, принципиальное решение. То есть так хотелось. Здесь больше света, воздуха, окна в пол. То есть покажите достаток, грубо говоря. Ну, не совсем. Мне кажется, если так рассуждать, это немного огрубляет. Ну, в каком-то смысле это тоже. То есть здесь, если больше света и больше окна, если это больше достаток, то, наверное. Но не только, согласитесь, это все-таки еще и способ нести некую мысль. Но лучше ее не объяснять. Я думаю, что вы и так все не знаете. Ну, раз вы спросили про фильм «Елена», у меня такой вопрос про два, про две картины будет. Вот вы в книге о фильме «Елена» пишете о движении камеры, о том, что оно должно быть обусловлено драматургически. Вот. И я просто на контрасте с картинами, которые вы снимали с Андреем, который очень взлягивается, посмотрела фильм «Зимний путь». И там, соответственно, совершенно другое решение по движению камеры драматургическое. Вот я хотела спросить, вот, понятно, что там прерывистый герой, такой некий ритм, немножко другой, но вот именно вопрос ручной камеры, это ваше было принципиальное решение, или это вот вы как-то обговаривали, то есть как к нему пришли, что это только ручная камера, и там вообще же нет статики практически, даже общие планы снимаются с ручной камеры. Ну, нет, статика есть, но она ручная просто. Да, да, ну. Да. Вимитер, камера всегда находится на руках. Да. Да, даже когда она пытается. Из всех ваших картин это была первая, которая вот у вас снята вся с рук. Это правда. Но если начинать ответ с того, что там не было денег... Не дали штатив, это первая мысль моя была. Но это было бы скучно. Поэтому я начну с того, что это было принципиальное решение. То есть было понятно, что здесь надо всегда быть героем. Просто всегда идти за ним, от него, но всегда быть с ним, всегда быть к нему привязанным. То есть оно возникло спонтанно. То есть эти обстоятельства, в которые мы были погружены, финансовые. Сколько там смен было, простите? 22 дня. А вот решение по свету, что много цветного освещения используют, тоже продиктовано тем, что вы не могли как-то выстраивать какие-то такие цветовые полотна. И просто нужно было находить какие-то быстрые решения. То есть это же канон по улице, да, там достаточно резкие вот эти всполохи. Да. Это выглядит интересно, но просто это не похоже на вашу стандартную манеру, которую вы здесь снимаете. Да. Я не знаю. Может быть и есть некая манера, или там, как говорят, там называют, какой-то стиль, или что-то еще. Но мне кажется, все-таки манера съемки того или иного фильма, она обусловлена именно, ну, то есть независценность, сценарием режиссером, контактом с режиссером, с художником. То есть вы не можете, то есть вы можете, конечно, но мне кажется, это будет странно, если вы там, допустим, манеру, которую приемлет Звягинцев, перенести в фильм Тарамаевых. Наверное, это можно. То есть где-то можно было достать и телегу, это было несложно. Можно было бы. И штатив, наверное, раздобыли бы, ну, поставили бы там на Apple Box. Но здесь как-то хотелось двигаться. Понятно, что, во-первых, камера будет только Red. То есть они вообще хотели снимать на фотоаппарат. Ой. Да, но это не смесли они, это хотели продюсеры, естественно. Вот. Потом, когда мне сказал, что есть камера Red, в общем, они тут же продюсеры ее увидели и захотели ее сразу удивились. Да. Они ее купили. И это им страшно понравилось, они теперь обладатели этой камеры. Фотографируют на нее. Ну, не совсем. Там так получилось, что, ну, я им признателен за то, что они все-таки пошли у нас на поводу и купили этот Red. Но, когда он приехал, они потратили на комплектацию этого Red довольно приличные деньги. И потом выяснилось, что мы даже не можем карточку, то есть мы не можем эту камеру запустить. Не то, что мы не можем на нее снимать, мы даже не можем карту в ребуте. Ну, в смысле, она не будет, ее же нужно сначала там что-то с ней сделать, с этой карточкой. Потом еще месяц мы ждали, пока приедет там либо монитор, либо пульт, либо там вот эта штука с ручкой, которая пристегивается к рыбе. Но это опять же от нашего какого-то незнания. Тем не менее, это Red. То есть это легкая камера, она ручная, да. Я видел, вы кстати, скажите, если бы вам сказали, что Марк и ничего больше, вы поскольку слились эту картину снимать? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. Но я просто Марк на тот момент, я и сейчас-то его довольно слабо знаю. Но... Не, ну почему? Я видел достойные фильмы, снятые у него. Кстати, очень хороший фильм я посмотрел буквально недавно. Двух молодых ребят, может быть, вы их знаете. Федотова и Кулак. Александра. Саша Кулак, оператор, да. Да, да, да. И приятели ее, Руслан Черно-белого и Федоров, да, да. Вот они, они сейчас, они поехали сейчас, ну не сейчас, это было в феврале, по-моему, они... На Грузию они снимали. Нет, я помню, что мы виделись в Польше в последний раз, и они были на камермаже и сказали, что мы хотим, мы что-то говорили про безмолвный свет, да, и мы сейчас хотим туда поехать. Я говорю, ну хорошо, обещаете, конечно, здорово, молодцы. Вот они буквально вот недавно появляются и сказали, что мы поехали в Мексику, к Минаньи там, сняли про них фильм. Интересно. Просто обязательно, обязательно смотрите. Как называется? Называется «Саламанка», это по названию места, где они были. Проминаньи. Документальный фильм, 40 минут, оторваться не надо. ЧБ, Марк, два или три, надо три. Еще ставлю. Вот. Так что можно снимать. Я видел, как это на экране выглядит, то есть на цветокоррекционный. Это ЧБ, правда? Вот. Но очень сильно, мощно распустит. Обязательно смотрите. Гонит. Я не знаю, ответил на уши. Да, но у меня еще много будет связи. Так. Выливается из графины. Ну, студент, дорогой, активничайте. Не, ну подожди, Танюш, пусть кто-то еще. Ну, пока водичка, пока не созареет. Очень большой вопрос. Сейчас, в целом, про потребности с режиссером и воздушку изображения, воздушку стилистики. То есть, допустим, у вас на Андрея, например, это было, начиная с преподачи на каких-то решений непосредственно площадки, как они принимаются. То есть, отставили ли ваше предложение или как внутри, и в финале уже на цветокоррекции, как вы работаете? Безусловно, какие-то решения коллегиальные. Есть художник, есть режиссер, есть оператор. И художник по костюмам. То есть, в подготовительном процессе я не думаю, что наш процесс сильно отличается от других. Но вы же понимаете, что главный человек фильма – это режиссер. То есть, у вас может быть свое мнение на площадке, вы можете его высказать. Можете даже попробовать, если есть на это время, и средства продемонстрировать. Но, тем не менее, решение… Глупо настаивать на своем решении, если режиссер с ним не согласен. То есть, можно его продемонстрировать, или попытаться объяснить, опять же, если на это есть время. Но, отвернуться, обидеться, или нахмуриться, не разговаривать до остаток дня. Тоже можно, но это не помогает. Как они находятся, это же, знаете, эти пути, они неисповедимы. То есть, как ближе, как… Человек, если вы с ним можете найти контакт, это уже хорошо. Не обязательно вам должны нравиться одни и те же, там, картины, фотографии, режиссеры, там, фильмов. Вовсе нет. Но, если это хоть там отчасти совпадает, конечно, это здорово. По крайней мере, вы можете отчасти говорить на каком-то одном языке. Со временем это легче. Но, насколько я сейчас… Могий большой опыт говорит мне о том, что это неважно, сколько фильмов сняли. Каждый новый фильм – это, ну, как в первый раз. Новая трагедия. Да. Ну, мы другим, ну, поскольку, во-первых, других не снимаем, я снимаю. Во-первых, съемочный процесс – это всегда весело, мы смеемся, поэтому приходит только трагедия. Если бы мы могли быть грустно снимать, возможно, комедия бы вышла. Но, насколько нам весело всегда. Можно, как-то, вот этот вопрос, может быть, компетизировать просто? Ну, вот, если возьмем цену в Европании, где первая цена, где судья, в компании еще двух судей читает длинную речь. И весь этот, наверное, полутора минуты план, камера наезжает. А, что? Дольше, я думаю, дольше. А, ну, дольше. Да, там еще сначала статика долго, потом наезд. Да. Вот как к этому пришли? То есть, это такое… Это режиссерское решение. Андрей хотел целиком видеть этот чудовищный вот этот приговор. То есть, целиком на это смотреть. Не знаю, там, можно разные ответы на этот вопрос приводить. Утомить, заставить все это, этот крест на себя тоже примерить. Ну, то есть, это режиссерское решение. То есть, он был снят целиком, да, от статики, как вы правильно заметили, медленным наездом до крупного плана судьи. Вот. И в последующем, по-моему, и второй тоже, ну, близко, там не было такого наезда, но, в общем, тоже решение, что мы все это должны услышать. То есть, мы все это снимали, длилось это поначалу семь минут, потом она, судья, учился это читать, сократить практически до трех. То есть, она, ну, вы помните, как она читала. Да, да, да. То есть, это принципиальное решение Андрея, он его как-то заранее в себе представил. Скажите, а есть ли какие-то обратные примеры, когда у вас появилось какое-то решение, вы предложили его, например, Андрею, и он согласился подобного рода? Попробуем, если нет, то я придумаю сейчас. Если говорить о Левиафане, то сцена в автобусе, когда камера сначала смотрит через лобовое стекло, потом поворачивается на 180 градусов, потом движется в автобусе и выезжает на средний план сидящий у окна героини, то это было такое предложение, да. Андрей его счастливо принял, а потом два часа, значит, ребята присверливали рельсы для доли к этому автобусу, и потом веревками эту долю держали несколько человек, которые лежали под сиденьем, потому что их нельзя было быть в кадре. Вот, на веревках она была, доля была растянута так, чтобы ее, ну, поскольку автобус едет, и дорога не самая ровная, чтобы ее просто не сбило с колени, она не улетела с этих рельсов, ну, вот как-то вот так она двигалась. То есть я в итоге доволен результатом, но удалось это, так и все. Скажите, вот когда есть такие технически тяжелые решения, вы сразу представляете себе, вот что такое технически тяжело, даете себе отчет, или вы просто придумываете, а потом начинаете с этим сражаться? Ну, знаете, сражаться, конечно, хорошо, но у вас же есть определенный график, у вас есть сумочное время. Самые сложные вещи все равно, они должны заранее быть обдуманы, придуманы. То есть вся машинерия, если говорить о кранах, например, это, конечно, все заранее. Заранее было понятно, что кран будет стоять на этом месте, когда дом будут разрушать. И, конечно, когда крановщик узнал о том, что когда дом будет рушиться, камера должна быть внутри, ну, он так, конечно, смеялся, но не... Хохотнул! Да, вспомнил о семье на Мальте, ну, в общем, его пытались убедить, что дом будет укреплен, там будет швеллер, это все было сделано. Поэтому в итоге, когда он приехал уже с краном, и понял, что все-таки кран будет внутри дома, пока его пыталась мать, вот он осмотрелся, понял, что действительно все, его не обманули, вот, но об этом мы знали заранее. Так что, скорее всего, и, конечно, спонтанность, да, она может быть, но в рамках съемочного времени. А вот по поводу движения, у меня вот такой вопрос, поговорили о автобусе. Я все много раз спрашивал, не знал, когда у тебя спросить, просто мы редко встречаемся. Премьера и похороны, утром 2 и 3, сейчас еще и студент есть. Во всех картинах точка зрения камеры, насколько я помню, может я ошибаюсь, находится внутри машины. Красивое крепление, хорошая композиция, овсянки, потрясающе долгий кадр, если говорить об овсянках. Камера смотрит в сторону, медленно поворачивается, два затылка, мы едем вместе с героями здесь сегодня, мы ехали с обрыва, Серебряков вцепился, Леша, чтобы не упасть, камера мертвая. Очень красивое ощущение, что мы вместе с зрителями едем навстречу судьбе. Вот, а это принципиальное решение Звягинцева, да, потому что просто, ни для кого не секрет, что бывает, камеру крепится сбоку, спереди. Объявление. Что объявление? Там через стихо у вас снято. Спасибо, Миша. Ты хорошо отвечал. Ну вот я про эту картину, просто про мировоззрение, движение по поводу машины. Ну, действительно, вот камера, когда овсянка оказалась один раз сзади, и мне там нашли какой-то правильный объектив, потому что там трудно было ее двигать, несмотря на то, что машина. Трехминутный кадр длиннее. Ну да, да, и почему-то еще Сурила боялся быстро ехать, ну то есть нормально ехать там, хотя бы 40-45, если он ехал там 35-30 км в час. А, потому что мы разговариваем, ему будет трудно разговаривать и вести. Он не умел водить машину там. Вот. И... А камера сзади. Ну, это было лучшее решение. Там есть один раз камера сбоку, между прочим, а есть боковое крепление. Вот. Но, почему-то, вот в основном, она была сзади. То есть это такое было решение, против которого Федорченко, по-моему, не заражал. Оно было простым, и мы убивали сразу двух зайцев. Иногда мы делали три четверти сзади. То есть чуть-чуть одного актера со стороны, другого актера. Вот. В случае с Левиафаном, это тот самый кадр, когда было не очень понятно, как эту сцену делать. То есть мы пытались придумать на столе, но, зная географию примерно, решена она была по-другому, чем так, как она сейчас в фильме. Потому что нам казалось, что мы можем вообще от дома подъехать прямо туда. Потому что это, в общем, буквально там от дома в 150 метрах. Вот. И можно было проехать до мосту. Но потом, когда мы сделали тест, выяснилось, что машина едет там пять минут. То есть реально она должна отъехать, ехать на мост, за мостом. И реально, да. То есть это было очень все долго, и оно не держало, то есть совершенно. Как бы мы это ни делали. Вот. А вылезать из машины было трудно. Поэтому кадр начинается, как только машина отъехала от дома. Мы попадаем уже за мостом, мы уже практически к финалу подвезли. К финалу подвезли. Как рождается идея. Много спорим. И сбегу вперед. У режиссеров спрашивали. Многие хорошие режиссеры говорили, нам очень нужно рисовать эскадровки, потом порвать их и выкинуть. Раз, две, мнение, блин. Твое мнение. И твой опыт. Я думаю, что все стадии, которые ты перечислил. Вот если на всех на этих стадиях потратить хоть сколько-то времени, я думаю, что точно будет не хуже. Другой вопрос, что может быть там уже пора снимать, а ты еще думаешь, а может быть. Тогда уже точно плохо. А так, ну вот чем больше мы понимали, тем чаще, чем больше мы оказывались на месте съемок. Дистанция довольно приличная. Полтора часа на самолете, потом еще два с половиной часа на машине. Ты где? Я в фантазе. Мы там оказались несколько раз. Сейчас ты, конечно, не поездишь, но раза три-четыре точно мы там были. Но тогда ты все знаешь. Ты знаешь, сколько времени занимает, чтобы выйти из дома, дойти до дороги. Какое расстояние нужно пройти актрисе. Это все хронометраж. Ты примерно понимаешь, сколько ей нужно пройти. Она отсюда выйдет, но дом будет слишком маленький. Иначе нужно быть поближе. Ну и так далее. То есть все твои печеркушки, которые ты делаешь на столе, они уже начинают быть либо правильнее, либо не совсем правильнее. От чего ты начинаешь отказываться? Потому что реальность все равно всегда лучше, прекраснее. И ты там много чего напридумывал, но все равно не бывает так, чтобы ты придумал просто вот совершенно нелепую вещь. Хотя я могу. Но когда ты уже там оказался, понимаешь, что здесь не получается по дистанции, по времени, по каким-то композиционным вещам. И приходит какое-то новое решение. Но оно, конечно, там самостоятельно. Ну, с режиссером. Вот. Но рисовать схемы, это просто, мне кажется, это правильно. Я плохой рисовывающий, поэтому я рисую схемы. И иногда какие-то композиционные вещи зарисую, просто чтобы было понятно, кто где сидит. Вот. И вроде как привиделось, что так оно правильно. Вот. Ну, рука набивается, и ты уже от того, что ты это нарисовала, ну, как-то где-то там осела. От того, что кто-то говорит, что надо потом про это все это забыть. Ну, может быть. Я не знаю. Это в погоде надо. У меня есть надежда, что все-таки ты не совсем другое кино снимаешь. Понятно, что есть некие три степени, три стадии прочтения. Прочтение сценария. Это ты, когда его только прочел, у тебя есть свое первое впечатление, самое главное, наверное. Потом, когда ты с режиссером сидишь над режиссерским сценарием. Это второе. Когда уже фильм приобретает уже фактуру. Когда ты начинаешь знать уже актеров. И когда ты уже знаешь географию. Тоже важно. Дальше это, естественно, съемки. И третье, это уже монтаж, когда ты уже практически не вовлечен. Вот. И ждешь своего цвета. Вот, наверное, так. То есть он, конечно, будет другим, чем тот, который ты читал. Но, мне кажется, это неизбежно. Такого не бывает. Чтобы ты его читал и видел, как он будет таким. Мне так кажется. Понятно. Можно? Скажите, пожалуйста, были ли такие моменты, когда не получалось снять какой-то кадр в Легапане, и вы импровизировали на локации? Импровизировали на локации? Ну, то есть не получается построить какой-то кадр по сториборду, и заранее обсуждаемый с режиссером кадр. И вы решали, как это сделать на локации уже в последующем время? Такого не было. Поворачивался, уходил просто и все. Ну, а как? А что? Не получается локация. Ну, все. До свидания, локация. Нет, бывает такое, погода, скажем, погода подкосила, и не получается сделать что-то снаружи, приходится это делать внутри, скажем, допустим, с машиной или с чем-нибудь еще. Я думаю, что это в каждом фильме вы сталкиваетесь с этим. Ну, то есть, в моей практике это всегда так. Да. Я не могу сказать, что вам обязательно нужен был солнечный день по какой-то причине. Вот вы хотели, чтобы был солнечный день. Ну, может быть, это очень важно. Может, по каким-то причинам. Но вот я, признаюсь вам, я не вспомню такого, чтобы мне обязательно нужно было солнце, и я отказался снимать, если было опасно. Я понимаю, о чем вы. Но один из примеров, который я сейчас уже привел, это когда они с другом Пашей едут к утонувшей, погибшей жене. Он был решен по-другому. И в итоге перерешен. В фильме достаточно, ну, совсем другое решение, чем то, что было придумано на столе. Мы действовали по обстоятельствам, хотя, в общем, знали эти места, и нам казалось, что все будет хорошо. Но потом, когда камеру поставили в этот УАЗик, когда мы поехали и поняли, что мы не можем пять минут ехать до этого места, нам пришлось его перерешить. Вы говорите о погодных условиях. Насколько они могут влиять на процесс? Ну, это как пример. Ну, безусловно, если льет дождь за окном, и точно он вам не нужен. У вас сегодняшний день уже подстроен? Ну, у вас есть хороший второй режиссер, например, или просто второй режиссер, который знает, куда вам можно уйти. Вы примерно в одном и том же месте. Вам нужно проехать 200 метров и оказаться в интерьере, например. И в интерьере вы знаете, что снимать, какие актеры у вас есть, какие эпизоды вы можете снять. То есть, простаивать из-за этого, ну, он говорит, сегодня непозволительно. То есть, вам просто никто денег таких не даст, чтобы вы ждали, пока солнце в правильном месте сидит. Правильно, такой опыт. А чисто практически, Миш, сейчас еще раз посмотрел картину с удовольствием. Пейзажи не актерские, просто финал картины особенно, брызги, море. С режиссером вы езжаете, или ты один, или, не боюсь предположить, секунд юнит поехал? В нашем случае не было секунд юнита. Да, с режиссером. Обязательно с режиссером, потому что Андрей хочет видеть каждый кадр. Их снято, их было и много. То есть, так называемые кадры входа, ронда. Начало и конца. Конец зимой, а начало осень. Каждый кадр их было снято в два раза больше. Каждый кадр он смотрит, принимает участие. Естественно, потом сам отбирает на этаже. Скажи, ну, я понимаю, уже поняв Андрея, ничего случайного в фильме нет, да? Если герой сидит, плачет, а она по фону едет маленькая моторная лодка, моторная лодка едет по команде. Если прибой бьет красную бочку об скалы, красная бочка привезена, бросается в воду, и красная бочка бьется об скалы. Оба раза. Почти, почти не имею. Прости. Лодка была настоящая, не наша. Она просто въехала в кадр. Мы запустили камеру, поняли, что она жужжит. Мы тоже запустили. Вот камера пошла, и она тут же вошла в кадр. Поэтому нам пришлось по графикой замедлять включение света. Потому что он включился, по-моему, позже, чем нам нужно было. То есть графики потом протянули немножко это время и зажгли свет пораньше. Достаточно ли сократили на пару. Серебряков раньше зажигает. Так что лодка настоящая. А бочка появилась. Это было где-то в середине, может быть, съемка уже. Андрей говорит, я хочу взять что-то, найти бочку вот эту. Эта бочка там стояла реквизитом. Она была около гаража. Но бросать ее он не собирался. Только потом уже, ближе к концу съемок, я хочу, чтобы она там в волнах колыхалась. Ее привязали, растянули постановщики скалами. И, значит, ее волной били. Это было сделано. Но в сценарии ее не было. И в режиссерском ни в каком. И в СМИИ тоже, да. Зато бюджет оправдали скатером проезжающим. Потом пришлось найти другого мужика. Еще раз поехали. Но не в этом уже. Здесь эта сцена была один раз после этого. Но потом мы нашли другого выводочника. Здравствуйте. А, пожалуйста, как Вы сейчас выбираете картину, которая работает? Даже так, как Вы, Катюша, есть ли шанс, допустим, у молодого режиссера, да, у вас в качестве оператора, что должно там по нему? Гонорар огромный? Или, что сценарий какой-то он Вам очень понравится? Или что у нас здесь меряется? То есть картина Тарамаева «Унивитель», да? Нет, там еще трио здесь же. Я знаю, что это уже было в дебютах. Что Вам понравилось там, например, на примере этой работы? Или какая-то рекомендация была, чтобы Вы знали, что там что получится? Вы имеете в виду о Тарамаевых? Ну да, в техниках. Это дебют было в дебютах. Я знал, ну как мы были знакомы Шапшина, и они присылали какой-то сценарий, но с этим сценарием ничего не случилось. Они появились потом лет через пять снова. Вот. С сценарием, который мне очень понравился, да. И там сценарий, да? Да. Сценарий и какой-то контакт, вот я понял, что это будет интересно, потому что они удивительные люди, она очень сильный музыкант, а Сергей в прошлом актер. И это вот их сочетание, извините, прошлых актеров. Не было. Согласен. То есть, грубо говоря, если есть хороший сценарий, который Вам помогает? У тебя наклевывается сценарий сейчас. Чувствую. Ну, безусловно, я не могу сказать, что я читаю там миллионы сценариев, но те, которые мне понравились, наверное, они сняты. Ну, или вот будут сняты. А было когда-нибудь такое, что Вы отказались, допустим, вот съемок, когда увидели картины? Было. Было. Было, например, Юрий Евгений. Я не могу сказать, что это моя картина, я имею ввиду. Вот. Но то, что увидел Олег, точно не увидел я. Вот. Вот. Он явно ее прочувствовал, увидел и сделал так, как сделал. Ну, на мой взгляд, хорошо сделал. Вот. Я бы точно был, если бы я вынужден был это снимать по каким-то причинам, не знаю каким, но я бы там точно подоградил бы что-нибудь. Но точно не сделал бы так хорошо. Вот. По поводу редких сценариев. Старомаевая история была предыдущего сценария не про зоопарк, там про маленький город, там животные разбрелись. Просто по поводу повезло, не повезло. Я тоже с ними знаком, и он мне звонил и предлагал снять картину. Я был очень сильно занят и дал своего студента. Они нашли общий язык, но очень боялись ответственности за будущее фильма, потому что один начинающий, второй начинающий. Я сказал, что я гарантирую, что я выступлю худруком. Ну, как, помогу. На уровне раскадровок, придумок, экспедиции. Даже приеду, покажу, посмотрю. И история как-то затихла. А потом смотрю, Тармаев в съемочном периоде. Думаю, как же так, мне не звонят. Надо, наверное, помочь. Потом узнал, что помогать не надо. Так я потерял, но вы же все. Это маленькая шутка. Так, друзья мои, да. В интернете я читал интервью. Ваши дамы говорили о том, что в самом начале вы занимались монтажом. Хотел спросить, как монтажа помогает вам в работе? Второй вопрос. Почему потом вы все-таки решили? Как вы все-таки решили? Как вы все-таки решили? Как вы почувствуете, как вы почувствуете ваш призвание из монтажного? Я на самом деле не думаю, что вы чего-то там… Это точно со мной этого не было, что я чего-то понимал, что это мое призвание или не мое призвание. Я с трудом вспоминаю, хотел я быть космонавтом, например. Как-то оно так получалось, что я сталкивался с правильными людьми. В девяностые, в середине я столкнулся с случайным и познакомился с парнем, выпускником в ГИКа, или как раз он был с Оперем на одном курсе, Антон Беляков. Мы просто познакомились и поскольку меня эта тема каким-то образом заинтересовала, он меня позвал… Игра можно, но можно. Пусть прийти, пусть хотя бы посмотреть, как это происходит. То есть я впервые оказался на съемочной площадке, и он меня посадил крутить по фокусу. Там как-то было мало денег совсем, тоже какой-то был ролик. Потом пересняли этот кадр. Нет, естественно, по меточкам, там были меточки, и он мне сказал, где-куда, вот тут сюда… Главное – рывком. Да. Ну, в общем, что-то я там перевел, естественно, запорол. Но он, правда, ничего не сказал, что я ему признаю. До сих пор молчит? Да, молчит, да. Вот. И так получилось, что он… Все его знакомые в «Русской тройке» владели бывшей комсомольской студией монтажа. Гостиница «Рылок» была тогда еще, на «Косыгах». Вот меня туда привели, и я, собственно, сидел там, читал эти мануалы битакановские с мишевскими пультами. Все это было интересно. Кломочки горят. Делать всем нечего. Денег нет. Отлично. Ну, и как-то там, куда бедно овладел этим. За полгода делать. Помогает ли в общении с режиссером монтаж? Монтаж? Так сказать, что мешает сказать глупо, конечно. Да, он помогает? Да, не, точно помогает. Ну, во-первых, вы, примерно, понимаете, где он может выйти, где он может войти. Если говорить об Андрее, то Андрей любит не начинать сцену с момента, когда предполагаемого входа в монтаж. То есть это всегда чуть заранее. Особенно в драматургически важных сценах. В монтаже он знает, что этот кусок точно уйдет. Но они уже разговорились, они вошли, они живут. И вот с того места, где он должен войти, они уже живые, они уже действуют правильно. Они, в смысле, начали. И вот этого нет. То есть нет никогда команды, после команды начали, почти никогда нет в монтаже. Ну, если это не касается какого-то плана проезда машины и так далее. Как интересно, это эффект первого листа, да, у Чехова такое было. Он в первой странице выбрасывал. А актеры знают о том? Теперь да. Не-не, он, по-моему, этого не скрывает. И монтаж все равно помогает, потому что вы примерно понимаете. То есть вот вход в фильм, крупности, машина выехала, потом она, наверное, крупнее. То есть это точно не мешает, да. Актеры понимают. И к тебе, опять же, могут прислушаться в какой-то момент. Потому что, понимаешь, у тебя там было. Пусть мюзик-видео на какое-то монтажное прошлое. Здесь хорошо будет эта крупность. А ну хорошо. По поводу крупности, знаешь, я помню, меня удивил мой коллега, когда посмотрел мою пятую картину, вдруг сказал, ну, наконец-то ты начал снимать с нужной крупностью. Интересно. Он подсел в смысле? Нет, после, ну, на пьянке. Как-то уже все лучшие вещи на пьянке совершаются. Вот. По поводу крупности у тебя. Как кто решает крупность актера? Там же крупность... То, что учат студентов средний крупный план, понятно. А их, может, миллион триста тысяч. Вот эта грань крупности больше-меньше у вас. Я замечал во всех ваших картинах, она немножко усредненная крупность. Она такая чуть более общая для рассматривания персонажа, для вглядывания в него. Не на поверху, а вот чтоб немножко хотелось тянуться к экрану. Это Андрей, да? Игорь Ильин. Это Андрей. Ну, я признаюсь, я просто... Там хоть первым он говорит, что нет прекраснее ландшафта, чем человеческое лицо. Мне кажется, если это лицо принадлежит какому-то телу, условно говоря, когда вы не теряете связь с пластикой тела, с руками, там, не знаю... То есть это очень специальная вещь, на мой взгляд, быть очень крупным. То есть это очень гипервыразительно. Это нужно заслужить. Не в смысле актеру или персонажу, а это что-то очень... Позорное. Да. Поэтому, если мы говорим о крупном плане, то это... Да, чаще дистанция сокращается в двух с половиной трех метрах. Там, при каком-нибудь, не знаю, сороковом, тридцатом. Вот вопрос такой. Как вы строите отношения с операторской группой? То есть, ну, вы как руководитель операторской группы, как вы определяете какие-то отношения? Что вы допускаете, что ли? И второй вопрос. Можете рассказать о том, как... Были особенности какие-то освещения Левиафана? Спасибо. Не, освещение в прессе, освещение... Повторите первый вопрос. Первый вопрос я спросил про... Операция к группе. Как ты их берешь? Я предпочитаю человеческие отношения. Мне кажется, очень важно, кто работает в этой группе. Потому что, если ты едешь в экспедицию, тебе с этими людьми жить месяц, полтора, то и два, даже больше. Поэтому, это важно, кто рядом с тобой находится целый день. Мне повезло с группами, повезло с людьми, вот они как-то так появились в моей жизни и остаются. Я иногда чувствую себя виноватым, потому что я не могу их кормить все время. Потому что я не так часто снимаю рекламу и, к сожалению, к счастью, не так много снимаю фильмов. Но стараюсь, как только появляется возможность, вытаскивать их. Потому что, конечно, у них другие деньги. Но это каждый раз, это всегда приятное общение. В первую очередь, ты встречаешься с людьми. Но когда они хорошие профессионалы, это двойная такая, двойная удача. В моем случае, это тот самый случай. Так случилось, что учителем моим был и остается Евгений Михайлович Майоров, который был первым, вторым оператором на картине «Теория запоя» вплоть до бедных родственников с Павлом. Но на Елену он уже не пошел, сказал, что я хочу отдохнуть немножко, поправить здоровье. И вторым оператором, сегодня это уже немножко другая фигура, но, тем не менее, это глава цеха, по сути, на мой взгляд. То есть это как первый ассистент-оператор в Европе. Его можно назвать первым ассистентом или фокус-пулером, но неважно. То есть это глава департамента, то есть глава именно камер-клю, то есть именно людей, которые отвечают все, которые держат эту группу в фокусе, если вы понимаете, о чем я. Им стал Виктор Саратов, который был механиком еще на возвращении. Вот он вырос до второго оператора, сейчас мы с ним работаем, мы тоже с Еленой. Что касается освещения на Левиафане, ну, просто хотелось быть, насколько возможно, естественным в плане освещения. То есть где-то, может быть, скорее, снять что-то, я имею в виду, закрыть. Выключить. Да, выключить, безусловно, выключить. Это лучший метод, на мой взгляд. Поэтому мы мало там светили, но поддерживали немного интерьерных источников. Это было нужно, потому что мы все еще снимали на пленку. И где-то это нужно было поддержать. Но в основном это отражение прибора, или солнце, или от неба. Особо так не вторгались ни в интерьер, ни в натуре. Хотелось спросить, а насколько мне показалось, Ефрагмана эта бибра, она, как правило, открыта. Это было художественное решение, скажем так. И вот еще вопрос, как вы вообще относитесь с Ефрагмами? Потому что вот мы встречались с Клином Гвинякин, он, допустим, говорит, как бы. Я люблю работать только с этой бибра. Он говорил о возвращениях от восьми, от двенадцать, шестнадцать. Для него это было отлично. Этот Гвиняк ничего не делал. Сейчас будет ответ. Я с вами не соглашусь. Потому что именно в Левиафане мы старались держать нормальную бибра, скажем. Если это не ночные интерьеры, где это могла быть двойка, два с половиной, два оси. В основном, то есть дневные интерьеры и экстерьеры, это всегда четыре, пять, шесть, восемь. И это принципиальное решение, потому что зачем нужно было переться на крайний север, за полярный круг, чтобы открывать диафрагму и не видеть ничего, кроме носа актера. Да, интерьер, ну вот, если только ночные, там, пожалуй, что да. Но старались все равно держать. То есть именно источники, которые у нас были, естественные, именно наши лампы, если их не хватало до 2.8, мы, конечно, добавили. Но я старался ниже 2.8 не опускаться. Это был мастер-прайм, то есть мы могли открыться до 1.4, да? Вот, то есть 1.4 нет, по-моему, вообще ни одного кадра на открытой диафрагме. Вот. Спасибо. А можно вопрос по поводу режимного света? Много достаточно цен снятых в режиме? Как быстро вообще выходил такой свет? Какие накладки могли возникнуть? Как вы выходили из ситуации? Нам повезло, потому что мы снимали на Крайнем Севере. И там, то есть в то время, которое мы снимали, у нас уже закончился, заканчивался полярный день, он уже закончился. Когда мы приехали туда еще готовиться в июле, он еще продолжался. То есть у нас не было ночей какое-то время. И, по-моему, первую неделю съемочную, у нас их почти не было, в августе. Потом они начали появляться, там по 3-4 часа, но, тем не менее, солнце заходило рано. То есть в сентябре оно уходит куда-нибудь за гору, и у вас режим, по сути. То есть оно, если вы не видите там, снимаете, особенно в одну сторону. То есть вам и дельеф помогал? Безусловно. Но и дом так стоял, мы так его поставили специально, чтобы... Именно, чтобы у нас... Чтобы режим был подольше. Ну, чтобы был мягкий свет, чтобы не было жесткого света. То есть мы знали, что вот мы до 3 часов, у нас он в кухне. А утром, там, до полуния, он где-то в гостиной. У меня тогда еще два вопроса. У вас были... Мне показалось, были какие-то сцены перекрашены под ночь, ну, под какое-то более темное освещение. Изначало, где вот утром... Это режим все. Это все режим. То есть там такой жесткой цветокоррекции, в общем, не применялось? Это все режим. Но там длинный кадр. И то есть мы могли снять, например, только два кадра в одном... То есть мы снимали несколько дублей. В глубоком режиме выходили просто в режим. Да? Когда понимали, что по экспозиции все вроде у нас есть. Или по... Точнее, по актерам все есть. Переставлялись. И, допустим, снимали камеру машины едет на мосту. Все. Дальше уже солнце вылезало. Были другие яркости. И, в общем, мы старались этого не делать. Сейчас есть много различных приспособлений, приложений для телефона, которые светятся с движением солнца. Можно сказать, крупность кадров. Вы чего-нибудь с таким пользуетесь? Ну, сан-секером я пользуюсь. Угодная программа, естественно. Находясь в виде угодной, безусловно. Вы понимаете, где она находится. Программа, которая называется Art and Miss. Иногда, если очень надо, в основном в рекламе. Ну, хотя иногда в фильме, когда у вас нет ничего под рукой, конечно же. Примерно... Показать, например, Жересевым. Это очень удобно. А фактические аналоги вот этих объективов для глаза вы использовали когда-нибудь? А их фактические? Ну, если объективы, не искать, а просто визиры. А, визиры. Да. Были, но потом... Вот они делись. Андрей... Ну, он все равно не дает представление. Лучше, наверное, лучше iPhone. Потому что это железка. Она все равно не дает вам правильное фокусное расстояние. Просто что-то там сужает, расширяет. Ну, как-то... Мне кажется, iPhone в этом смысле. Так что вы сейчас равны с Михаилом абсолютно. Кажется, пожалуйста. Михаил, а в чем интересно вы черпаете свое вдохновение? Как вы готовы к картинам? Может, живописи или... Что вас вдохновляет? Я не думаю, что это каждый раз что-то специальное. Просто по попрощению сценария, если у вас зацепил, если вы точно понимаете, что вы будете его снимать через какое-то время, вы попадаете в некую... Ну, со мной, по крайней мере, происходит... Я думаю, что это у нас в деле происходит с каждым, кому нравится замысел. Ваш глаз, ум начинает просто отсекать ненужное. И вы идете в некотором направлении. Просто в любом. Это может касаться чего угодно. Архитектуры, там, ваши поездки на выходные. Поход в музей, я честно вам скажу, я не завсегда в музее. Хотя я люблю живописи. Кино, конечно. Не могу сказать, что я там принципиально не смотрю кино, когда готовлюсь. Нет. Я люблю смотреть кино. И не важно, готовлюсь я. И не знаю, сбивает меня это или нет. Если меня это сбивает, значит, это правильно меня сбивает. Потому что вас это питает. Потому что искусство, оно питает вас. Вы набираетесь каких-то важных, принципиально важных ритмов, вещей, на которых базируется ваше собственное восприятие этого мира. И вы, как бы преломляя через себя, вы демонстрируете его уже своим ремеслом. Вы, пропуская это через себя, вы отдаете это этому фильму или чему бы вы не занимались. Чем бы вы не занимались. На мой взгляд, это может быть что угодно. То есть, вам вдруг пришелся Ван Гог почему-то, вдруг вы его полюбили. И вдруг вы оказались где-то там, не знаю, в Амстердаме. И вдруг вы поняли, что вот, как вы до сих пор его не видели. И вы на Ван Гоге можете построить просто концепцию вашего следующего фильма. Это абсолютно реально. Я с этим сталкивался. Ну, может быть, не в случае с Ван Гогом, но я думаю, что это возможно. То есть, поскольку эти вещи, они просто витают в воздухе, то на этом, это не значит, что этот фильм будет похож на Ван Гога. Вы будете снимать там какие-то там, или как художник вы будете там, как-то это будет сильно влиять на вашу колористику. Вовсе нет. Просто что-то необъяснимое, что проникает в вас благодаря этим элементам искусства, оно и влияет на вас. И тем самым вы влияете на этот мир. Ну, может быть, тут вопрос еще был такой. Просто я от себя скажу, поспрашиваю. Часто режиссеры приводят, и нас на самом деле на рекламе заставляют делать некие референсы. Как вы видите эту картину? В какой манере? Режиссерам притаскивают иконописный материал. Дай посмотрим вместе этот фильм. Снимем какого Бергвана. А помнишь, вот Нюквист снимал. Вспомним Джузеппо Ратуно. Ты можешь как-то с Джузеппо Ратуно? А ты не можешь как-то с Джузеппо Ратуно. Не снимай. Вот такие вещи. Возникает Джузеппо. Да, да. Старина Джузеппо. Джузи. Вот это бывает просто... В этом ключе вот вопрос. Составляет ли режиссеры тебя что-то смотреть? О чем-то думать? Или ты составляешь режиссера что-то делать? Ну, как вариант. В моем случае мне все-таки повезло с деликатными режиссерами. То есть даже если им чего-то очень не хотелось, чтобы я на что-то взглянул, то они как-то это сделали, так что я этого не заметил. Никогда никто не притаскивал, я не помню, что было там написано. Как же тебе повезло? Ну, мне кажется, надо работать с людьми, с которыми нравится работать. Ну, либо их надо сильно полюбить. У меня были такие случаи. То есть это был случай, когда, там, или два, когда нужно было сделать так, что... А по-другому, мне кажется, не получится. Если ты не порывешь человека, то у вас ничего не выйдет. Ну, выйдет там, но ты будешь от него прятаться. А если будешь от него прятаться, что ты там снимишь? Стангольмский синдром? Да, да, да. Ну, в общем, какие-то преодоления, мне кажется, в нашей профессии, они... Слосятся. Вопрос по поводу длительности планов. То есть вот, когда я смотрю, допустим, Елену, Левиафан, я наблюдаю вот такие, ну, длинные планы, там, по три минуты иногда. В принципе, это, ну, это интересно, красиво заставляет смотреться картинку. Но, на ваш взгляд, не отвлекает ли это от повествования фильма? Ну, не становится ли смотреть скучно из-за этих планов? То есть, как бы, вот, картинка, она как-то тащит вот на себя, и зритель отвлекается от камбы повествования. Вот как, на ваш взгляд? Если вы снимаете какую-то мизансцену, какую-то... Какую-то сцену одним кадром, то вы, конечно, должны серьезно подумать о том, чтобы... как эту сцену решить. Она должна быть интересна. Если вам три минуты не интересно на это смотреть, то тогда никто другой на это смотреть не будет. То есть вы должны сделать так, чтобы вам было интересно. Это не просто такое решение. А давай следующую сцену сделаем трехминутную и вообще одним кадром. А давай. Из-за выработки. Ну, идем, что хотят. Сейчас мы снимали по 8 кадров в день, а сейчас мы две смены потратим на 5-минутную одну сцену. Один день будем просто ходить с актерами по декорации, а на следующий день снимем. Поставим штатив, пожалуйста. Да. Ну, если вы говорите, что если это скучно, то, мне кажется, это точно не нужно делать. То есть это не должно быть скучно. Если вам стало скучно на Елене или на Левиафане, значит, как-то не добралось к вам это изображение. Значит, вы не поняли кино. Я не хочу этого сказать. Во-первых, это абсолютно индивидуальные вещи. Это ни в коем случае не подумать, что я хотел сказать, что вы чего-то не поняли. Это вовсе нет. Просто это концепция, это принципиальное решение. Понимаете, если вы хотите сделать это одним куском, значит, вы не хотите рвать время. Потому что вы не хотите делать склеек не потому, что вы хотите быть модным, да, или там идти в ключе Тарковского. Но Тарковский говорил о том, что то самое непрерывное время, которое вы не рвете, это и есть, собственно, такая целостная структура жизни. То есть, зритель, может быть, и не знает, что такое склейка, но он ее просто чувствует. Точно так же и вы, решая сцену одним планом, вы не прерываете эту жизнь. Пусть даже вы меняете персонажей в этом кадре, вы идете от одного к другому, возвращаетесь к нему, меняете крупность, делаете сложные движения. Но вы тем самым заставляете зрителя, в том числе, и погрузиться сюда. Вы не делаете, не отвлекаете его на другие крупности, я имею в виду, на что-то, на что вам не хочется, чтобы он отвлекался. Ну а как выставлять приоритеты? Что, на ваш взгляд, должно быть снято вот так вот одним планом, а что вот можно вот просто порезать? Какие-то важные какие-то фильмы? Знаете, все важно. Каждый кадр важен. Если вы считаете этот кадр неважным, то его просто не нужно, он не должен быть в монтаже, или вам не нужно его снимать. То есть, это, повторюсь в 300 раз, это принципиальное решение. Какую именно, какую сцену вам решить, это вы должны решить как режиссер или как оператор с режиссером. Если вы чувствуете, что она должна быть, там, например, сейчас я говорю вам об этом, там встает сцена в Елене, почти финальная сцена, когда они в интерьере. Она длинная достаточно. Не очень длинная, но довольно длинная. Это было принципиальное решение. Может потому, что мы были к финалу, и хочется быть вместе с ними, чтобы они, каждый были заняты своим делом. Кто-то пошел к холодильнику за пивом, кто-то сидит, смотрит телевизор, кто-то плюет с балкона. Но хотелось это, чтобы это было все в одном. Опять же, зритель, возможно, этого не видит. Но он что-то чувствует при этом. Спасибо. Спасибо. Вот если предложить тему, сейчас, секундочку, Елены. Меня очень давно мучает вопрос. Я вот сейчас вспомнил об этом, и пользуясь случаем, меня позвали сюда, спрошу. Фильм Елена, напоминаю, там, длинный фокус, построена декорация, солнечный свет, мы ездим. Потрясающая манера, немножко нудновато, скучновато, как весь мир, вся эта история нашим героям. Что? Почему смех? Я не смешаюсь, говорю. Замутная квартира 37 метров, все на головах сидят, пьют пиво, но весело, тоже плотненько, плотненько, плотненько. И вдруг пробег мальчика, который там с поножовщиной, мимо этих ТЭЦ, в полу, прошу прощения, в полу недодержке, ручная камера, мне в кулуар сказали, говорит, да Кричмин, ты картину-то ушел, ты снимал другой оператор. Вот. Я хотел правду узнать. Пока встречается. Правды нет. Их много. Нет, она одна. Очень хотелось эту сцену снять именно с рук. То есть она не совсем снята с рук, там все-таки было устройство под названием изериг, которое я тогда предполагал, что с ним можно ходить. Я вам сразу скажу, если вы еще вдруг по какой-то причине об этом не знаете, с изеригом ходить не нужно. Но если на нем теперь есть современное, например, такое устройство, сирен, например, тогда можно еще аккуратненько двигаться. Вот. Но тогда никакой сирены не было. И как только я пошел, я понял, что эта камера будет трястись просто как в аду. Вот. Поэтому придумали рикшу. Андрей на это все скептически смотрел. Но терпел. Но терпел. Он говорит, слушай, давай может по статикам. При слове статикам я понимал, что я с статикам 8 дублей не пройду, хотя их было всего 4. А здесь кто-то поет другой. Вот. А здесь другое. Ну, в смысле здесь... Как-то не я пойду со статикам. Не-не-не. Вот. Но на самом деле нет. Просто хотелось ручную камеру. Там она длинная, конечно. Нужно было пройти, проехать, перейти дорогу, войти в лес. Там были всякие эти тротуары и так далее. Было не очень удобно. Вот. Ну, поначалу везли на рикшу. Всю дорогу мы проехали на рикшу, и все было хорошо. Дальше камера, конечно, начала трястись. Вот. И Андрей, конечно, он готов был ко всему, но не в такой трясущейся камере. Вот. Здесь я его, конечно, расстроил сильно. Поэтому в фильме это немного зумировано. Там процент от трех до десяти. И здесь цифровая стабилизация. Вот. Но, тем не менее, несмотря на все эти, значит, компьютерные, значит, вкрепления, я доволен тем, что она снимка с рук. Да, статикам был бы мягче. Но... Сцена не была бы такой. Нервный такой. Мне кажется, она, да. Несмотря на то, что она там в итоге порезана, в драке там. Но это уже монтаж. Вот. То она, мне кажется, состоялась. Вот. Я не знаю. Ответил он твоего. Прекрасно ответил. Он пишет, ты не ушел с картиной. У меня был самый главный. Так. Давайте. Здрасте. Здрасте. В общем, мастер-класс со студентами, это нужно чувство перевести в язык слов. Надо отвечать. Повторюсь, мне повезло. Но... Я не встречал, не работал с теми режиссерами, с которыми мне бы не хотелось работать. Впоследствии. Но... Отвечая на Ваш вопрос, я так скажу. То есть, я предпочитаю, чтобы режиссер был требовательным. Если так получается, что я от него должен чего-то требовать, значит, все-таки он недостаточно требовательный. Обычно это все-таки требовательность режиссера, который заставляет меня как-то быть на себе или чего-то там искать. Потому что по природе я ленив. Но... Если... Опять же, если о планке, о которой Вы говорите, мне кажется, важен... Вы просто чувствуете. Вы понимаете, можете вы оказаться на одном волне или нет. Получится у Вас что-то. То есть, в какой-то момент приходит, Вы не знаете этого человека. Может быть, Вы видели, что он до этого делал. А может быть, он вообще до этого ничего не делал. Но... В какой-то момент Вы поймете, насколько заражен этот человек тем, что он делает. И насколько Вы можете войти в это. Полюбить это. И, может быть, где-то сместить. Потому что... Я имею в виду его точку зрения. Повлиять на нее. Если это нужно. Если она Вам кажется совсем не близкой или не очень близкой. Но Вам должно хотеться сделать фильм с этим человеком. А не просто сделать какое-то изображение для очередного фильма. Или, как Вы выразились, поднять планку. Для очередного приза. Безусловно. А поскольку за призы денег не дают, что это? Ну, как-то бодрит. Художники, что же Вы молчите? Я сижу, тоже думаю. Они очень скромные художники. Но Вас приглашают именно для того, чтобы тоже что-то задать. Скромные и немые. У Вас есть вопросы, господа художники? А можно я тогда тоже от художников меня не буду? Давайте. Артем. У меня очень интересная тема на съемках в квартире сына. Потому что нужно сделать, чтобы это было ужасно. Нужно, чтобы это было узнаваемо. И при этом отвратительно. То есть, скучность. Мы все знаем, как это будет квартира. И при этом задача состоит, чтобы это было все кино. Чтобы это было художник. Как Вы находили эту грань? Как Вы устраивали этот пространство, чтобы оно было омерзительно и подобное? Вы увидели же как это? Я увидела, но это было. Опять же, это огромное. Это много сочленений некоторых факторов. Это художник Андрей Панкратов, который строил декорации для нас, начиная со знаний. И далее Елена, Овсянки. Я им рассказал. Отлично. То есть, эти квартиры, которые нам знакомы. Конечно, он побывал в каких-то похожих квартирах. Сделал какие-то свои фотографии. Но опираясь на них, на деревенцы, он строил это впоследствии. То есть, обои, которые филировались по правильной стороне. Художники меня поправят. Но согласитесь, если бы там не было этих актеров, там все было бы по-другому. То есть, мне кажется, все-таки преобладают там персонажи. Да, есть наполнение, есть фон. Но, вы понимаете, вы же не можете сделать это пространство. Я повторюсь, там принципиально никогда не должно было быть солнца. Но это не значит, что она будет от этого ужасной. Правда? Просто мягкий свет какой-то. Ну да, за окном там трубы. Здесь прекрасные люди, которые живут на этом фоне. В реальности в Беревево. Правда ведь? В таких же домах. И в таких же квартирах. Просто это вот те самые люди. Ну, я не хочу сказать, вы говорите, что они там страшные или ужасные. Но они обычные люди. Которые делают обычные вещи. Всем нам знакомы. И мы сами эти же вещи часто делаем. Ну, не все. Мне кажется, что это тоже мне задело слово «ужасный». Потому что я не хочу с вами спорить. Но самый ужас этой картины в том, что там все хорошие. Это я лично вынес из этого фильма Елена. Что там все хорошие. И все все делают правильно. Да хоть и степень. Вот степень правильности нужно найти. Правильность и неправильность. А так там никто ничего плохого не совершает. Фактически. А жизнь такая квадратная получается. Там у одних солнца других на головах сидят. Скажи, а художника Панкратова ты притащил на Ромаеву, да? Нет, на Ромаеву его не было. А нет? Не он разве был? Нет. Я ошибся. А как вы вообще отношения с художником строите? Он вас пугает и жиссерам. Он рассказывает. Если говорить о Панкратове, то это очень бравый. Это человек, который может просто гор перевернуть. Он просто реально. А горш там было много? В Териберку у нас притащил тоже. Конечно, мы объездили. Мы начали ездить, начиная от города Электроугли. Например, 20-30. Недалеко, да. В итоге мы наездили, наверное, тысяча пять. Ну, не меньше. Мы доехали до Белоруссии. То есть мы не поехали. Мы поехали на запад. Нет, сначала на восток. Потом немного на юг. Потом точно поехали на север. Рыбинская. Туда, в общем, далеко. За Ярославскую область. В общем, далеко заехали. Потом поехали на запад. Поехали до Белоруссии. И когда мы увидели вот эти крашеные пореврики. Мы поняли, что надо возвращаться. Вернулись в Москву. В депрессии. Ездили мы почти два месяца. На машине. То есть мы все время ездили в машине. Из Белоруссии мы не выдержали. Мы вернулись уже на поезде. Вот. Но в итоге, через какое-то время, буквально, по-моему, на следующей неделе, Андрей пришел с фотографиями этой Рыберки и сказал, поехали, давайте поедем туда. Вот мы поехали. То есть вы сразу ездили с оператором? Режиссер-художник. Такого разделения нет? Нет. Мне кажется, это правильно сразу ехать. Может быть, сначала может поехать режиссер с оператором. Может быть. Но лучше бы все-таки художник тоже присутствовать. В теории, может быть, художник с оператором поехать. Но в случае с Созвягинцевым это не работает. Мы не работаем. Миша скажу, насколько следишь за современной технологией? Читаешь ли Американ синематограф в подлиннике? Да. Сейчас что-то с почты стало. Стало немножко хворать. Оно хворает. Вот. Что-то этот диджитал ищу. Конечно, его там листаешь периодически. Ну, уже не так много. Но все-таки, конечно, когда выходит какая-то картина, которая хочет что-то узнать, там через два-три месяца все читаешь и всегда приятно. Цифровые технологии? Да. Стараюсь снимать на Алексу, когда нет ничего другого. И уже довольно давно. То есть последний пленочный опыт это Левиафан. То есть уже два года это цифра. Один был проект еще пленочный в Северной Ирландии. Это было приятно. Это был прямо перед Левиафаном. Еще картина. Первая картина, которую я снял на этой цифре, не считая зимний путь, это еще одна ирландская картина, которую я снимал прошлой зимой. Вы сейчас были до съемки. Где видели? Алекса. С оптикой Panavision. Очень хорошая оптика. Аноморфотная. Ну, там не только аноморфотная. Аноморфотная очень кривая. Вот. Алекса XT, полный кадр. Что-то можно с ней делать. Скажи, пожалуйста, а кто пришел к решению и почему снимает на пленку или на цифру? В каком случае? С Левиафаном. Как-то не было вопросов на тот момент. Ну, то есть не было необходимости снимать на цифру. То есть продюсеры готовы были оплачивать пленку. И потом в последующей степени. Но почему это же сразу же легче и видно, какой кадр, как снят? Что вы имеете в виду легче? На цифру. То есть вы видите. Что вы видите, скажите? Когда вы снимаете сразу? Сразу же перенесли на компьютер. Вы видите. Секунду. По очереди. Когда вы сняли, вы видите что? Вот когда вы снимаете... Ну, а когда на пленку снимаете, вы кадр не видите? Ну, пленку проявляет, наверное. Нет, секунду. Вы кадр видите? Ну, операция видит. Вы видите композицию. Правильно? Правильно. То, что вы видите на экране, на площадке, когда вы снимаете на цифру, на любую, вы видите некий суррогат. Ну, то есть некий REC 709 или в случае с RED, еще что-то. То есть это все равно не то, что есть на самом деле. Ну, когда вы открываете файл, снятый на алексу, как выглядит? Я открывал. Вы откройте. Ну, хорошо. Когда вы снимаете фото, файл, снятый на RAW. Ну, как там RAW файл. Он как выглядит? Сырой. Он сырой. Вы даже не можете видеть его, что у него на самом деле есть. Потому что в нем любая температура. Да? У вас там все тени, скорее всего. Все цвета. Ну, плюс-минус там, не знаю сколько. 14. 12-14 диафрагм. То есть это все равно некий сырой, с которым вам в последующем вы будете работать. В пленках то же самое. Да, вам нужно ее проявить. Потом положить в баночку и хранить. Но вам точно так же ваши терабайты тоже где-то нужно хранить. И это, например, вопрос у нас немножко так, немного замалчивается. Ну, не сильно ему пока уделять время. Хотя CineLab сейчас начинает уже стонать. Потому что у них не хватает уже серверов, архивов. Потому что большие режиссеры, например, делают долго фильмы. И не любят забирать свой материал. Им нужны новые пространства. Им нужны новые сервера. То есть тогда нужно было их складывать для пленки? Да. Но теперь нужны новые сервера, которые стоят деньги. В Европе у вас закончилась эта коррекция. И никто ни дня не продержит вас материал. То есть продержат. Продюсеры попросят продержать пару недель до контрольного или до премьеры. Но они будут это платить. Потому что это все деньги. Поэтому сказать, что это дешевле сейчас, это небольшое заблуждение. Более того, у вас операторская группа выросла минимум на одного человека. В экспедиции это очень чувствительно. То есть эти вещи, я не хочу сказать, что давайте вернемся. Но от того, что сейчас это стало только так, что только цифра. Потому что лаборатории начали закрываться. Потому что уходят люди, они исчезают. И их негде брать. Это большая проблема. Но я предпочитаю все-таки делать свой собственный выбор. Поэтому когда продюсеры были готовы снимать на пленку Леофан, я был только рад. Потому что я пленку знаю. А цифру не совсем. Можно просто, мне кажется, дополнить этот вопрос. И молодой человек, наверное, имел в виду, что про плейбэк, про осмотр дублей. Послушайте, ну а что, разве с кинокамерой нельзя плейбэк смотреть? Ну вот я вот, мы-то знаем. Просто парень, наверное, не знаю. Ну расскажешь ему в коридоре. У нас, кстати, на Леофане одна главная камера. Мы взяли в аренду в Германии HD-рекордер. То есть изображение было вполне себе приемлемо. А можно про будущее тогда спросить картины? У меня тут очень долго. Я рада, что вы сюда пришли, потому что я очень долго пытаюсь найти информацию. Еще год-два назад был заявлен на кинопоиске проект Кидорченко с вами, как оператор-постановщиком, на тему Стругацких. Я все пыталась-пыталась выяснить. Это не секрет, вообще, фильм будет в производстве или он уже был закончен, или он стартует когда-нибудь. Потому что это очень интересно. А вот как вы снимете фантастику, это прям очень интересно. Очень хороший сценарий, его написал сам Алексей, и я об этом сценарии знаю почти три года, но он ни разу не запустился. То есть мы встречались несколько раз, и сценарий менялся. Но я думаю, что сегодня просто за отсутствие серьезного финансирования, а здесь нужно серьезное финансирование, он пока приостановлен. Поэтому он так и висит. А еще про «Никто нигде» можете рассказать? «Никто нигде» он перенесен уже дважды по этой же причине. Возможно, он состоится в следующей весной, но я пока ничего не знаю. То есть он тоже тему заявлен. Твой библиограф. Я, Викторович. Что? Прекратите. А что, это не так? Так, дальше. И жалко, что мы сбежали с темы цифры и пленки. Я два слова, пока Миша отдохнет немножко. Может, Мишка обидит. Вам расскажу такую маленькую-маленькую преамбулу. Когда мы снимали на кинопленке, то самое интересное и важное было понять, что в итоге оператор хочет получить на изображении. Он делает тесты. Он сам для себя. Показывает режиссеру. Режиссеру не нравится. Делает еще один тест, смеется, веселится. Все приходят в ужас и потом что-то снимает. Фирма «Кодек» придумала такую интересную вещь и раздала бесплатно операторам такой софт. На площадке вы могли, снимая на кинопленку, сделать кадр в RAW на фотоаппарат. В этой программе вы могли его сами, как на DaVinci, как на безлайте, где угодно, скорректировать. Контраст, цвет. Нет, контраст нет. Цвет. Плёночными показателями. Синие-жимоно-красное плюс плотность. Увидеть, что получается, что не получается. Буквально. Причем для этого предлагалось приехать на студию откалибровать монитор. Приезжали, калибровали монитор. Вам давали бесплатно программу на один месяц. И вы, мало того, что могли сами это увидеть вечером в гостинице, но могли послать по имейлу эти данные этой программы. Такой своеобразный ИДЛ своему цикорректору, который вставит в программу большую, и ваш материал по этим вашим придуманным ИДЛом перегонит вам же. Вы получите, сравните, что получается у него монтаж, у себя. И так постепенно вы будете с ним на одной ноге, в одном ключе разговаривать. Вы в экспедиции, а он в Москве. Очень здорово, очень удобно было придумано. Месяц закончился у нас, у всех операторов. И мы все дружно стерли эту программу. Потому что она стоила, ни много ни мало, 5 тысяч долларов в год. Там была какая-то простая версия за полторы. Кроме одного человека, который узнал, что это была версия за полторы. На самом деле там всем предложили купить ее. А вот все так улыбнулись. Лишняя работа вечером в гостинице. Ты будешь что-то смотреть. Там что-то перегонят. Что ты будешь думать об этом? Потом еще раз сядешь там смотреть, потом еще раз перегонят. Поэтому, когда через год, совершенно случайно, в Доме кино, в Союзе мы встретились, обсуждая, я не помню там наши, финансовые условия договоров. Миша вежливо спросил. Именно у меня почему-то он меня полюбил. Я думал, к технике ближе, не знаю. А ты купил продолжение этой программы? Какой? Я уже забыл о чем это он. Как? Нам же все так удобно. Выяснилось, что он единственный из всех операторов. Договоры с продюсером. Пополам. Я помню сейчас. Пополам. Группой он оплатили, купили. Он единственный из нас пользовался этой самой программой, которая позволяет тебе как-то более-менее контролировать твой процесс. И процесс работы в Москве перегона. Сейчас мы говорим о цифре. И вот мы говорим о том самом изображении, которое режиссер сидит на HD-мониторе. Но на самом деле он в таком кодеке, который условен для всех. Он усреднен. Если вы так вот интересно говорите, и вам это интересно, вы сделаете тест. Вы перешьете монитор под свой кодек, под будущую свою цветокоррекцию. Правильно? Предполагаю. И будете тогда уже говорить о том, что этот примерный цвет, примерный все равно, будет у нас на картине. Вы берете синее, зеленое, контраст измените, желтое сделаете белым, в тенях провалите фиолетовое. Вот ваша манера такая. И будете говорить на одном языке с режиссером. Вот о чем мы. Просто немножко говорим о разных вещах. Миша копает уже на 150-м километре, а мы только грунт снимаем сверху. Понимаете? Хорошо, можно? Тогда такой вопрос. Он может глупый со своей стороны. Зачем тогда выбирать пленку, на которую сложнее все это делать? Тот же самый вот этот процесс, который вы объяснили. Я не знаю, сколько уйма времени должно уйти, чтобы вот этот посмотреть. А когда можно снять тот же самый RED, прийти, переконвертировать это, я не знаю сколько это, но это гораздо быстрее будет. И посмотреть вот этот материал. Я с вами поспорю. Я поспорю с вами. Но... Ответите. Ну, у тебя Стэп Бендер говорил, что быстро только кошки родятся. Там все равно, вы все равно ждете материал. Если у вас много материала, да, на пленке он должен проявиться. Его должны самолетом привезти, машину в аэропорту встретить. Ну, точно так же и материал цифровой. Но... Его нужно залить. Если у вас там какое-то количество харддисков, но все равно на это нужно время. Ну, может быть оно там, не знаю, соответствует длению проявки или нет. Но... Знаете, я бы просто отказался в нашем диалоге сравнивать эти вещи. Хороши они или плохи. Надо их просто принять. Мне не очень нравится принимать то, что у меня нет сегодня возможности в России, и снимать на пленку. Мне это не нравится. А выбирать я должен сам. То есть, у меня поставлены сейчас такие условия. Ввиду, там, ряд обстоятельств там, которые происходят сегодня. Вот. Кстати, у вас, дети, пленка осталась. Да. К Женьке я ушел. Пока, да. Да. К нашей радости кодек очень хорошо уже. Потом скажите, я хочу. Вадим Иванович. Вадим Иванович. То, что от Левиафана осталось, вам тут прислали. Ну? То, что от Левиафана осталось, пуски прислали. Есть там там даже что-то. А что, помню, 3Т после солнечного удара предлагала в ГИКу 22000 кодека, правда, в кусках по 80 метров. Ну, от 10 до 80. Ну, я же честно скажу, что еще некоторые операторы отдают студентам. Да. Винчестер. Пленку. 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 Или вот, например. Когда вы открываете любую программу, начиная даже в айфоне или в DaVinci, она вам предлагает некие там какие-то прегрейды, да, луты какие-то. Которые на чем-то базируются. Иногда они базируются, там, две тысячи, там, не знаю, десять пятьдесят единиц, там, какая-нибудь там, седьмая пленка кодек, эмуляция. То есть эмуляция пленки. Некорректно ли задать вопрос, а зачем эмулировать пленку, когда можно на пленку снять? То есть эти луты, они эмулируют некий лук. Для чего? Потому что вам его хочется повторить. А почему вам не сделать свой оригинальный? Ну, вы же берете за основу нечто. Вам нравится вот как выглядит вот это. И вы к этому стремитесь. А здесь вам нравится очень зерно. Здесь высокий контраст. Потому что эта пленка, она это делала. Она это больше не делает, потому что ее больше не производит. А зачем вам нужно эмулировать, если вы могли бы это сделать? На цифре. Правильно? Возьмите седьмую пленку и снимите. Это вот очень интересно, потому что я сам когда при съемке, я люблю из дигитальной картинки делать пленочную. То есть именно и зерно дороже. Ничего подобного. Тяжелее. Но сегодня может быть дороже, потому что пленка подорожала. Ну, это вечная проблема. Когда были камеры тяжелые, хотелось бегать, снимать с рук. Не было хороших тележек, хотелось идеально двигаться. Стали идеально двигаться. Потряси камеру. Потряси. Потряси. Поживи. Поживи. Ну что такое? Не-не-не-не. Равнее ходи, мальчик. Равнее ходи. Равнее ходи, мальчик. Равнее ходишь. Идеально плаваешь, плаваешь, как баркас. Давай, завали. Я видел режиссера, который бьют по противовесу стадикам. Что он как-то дернул. Бьют. Нет, гратор не бьют. Он может дать сдачи. А стадикам безмолвный. Вот железо. Бам-бам-бам. У меня никак не мог, допустим, дольщик подъехать. Имитировали движение поезда и остановка поезда. Я говорю, поставь клэмп, ударься об него. Подъезжал просто как мышка. Попросил рабочего. Ты умеешь, дольщик? Не умею. Очень хорошо. Бам-бам! Чуть не упали. Идеальная остановка поезда. Просто это... Раньше была проблема сделать... Что-то такое выражение. Может, нельзя стало еще. Ты молодой. Кодаковский цвет было из выражения. То есть была аква, была орва, была фома пленка. Слайдовая. И вот мы снимали, а там все было яркое такое. Пурпурно-зеленое. Такое мерзко-цветное. И вдруг я первую пленку свою проявил. Авгики. Отдал за деньги. Проявили. Смотрю. Я понимаю, есть цвет или нет цвета. Такое странное изображение. Кодаковское. И пытались на пленке ИЛМ добиться кодаковского цвета. Светили холодным, теплым. Всем дали кодак. Что хотим? Изговнять что-нибудь. Давайте изговним как-то. Зеленцуй такой, подбаренный. Какой-то говно. Зерна нет. Такая пленка. А может запроявим, чтобы зерно кипело. Мачильский снимал фильм. Свои. Свои, ладно. Он снимал на 35. Он снимал это самое. На 16 мм связь с Дуней Смирновой. Они снимали на 16 мм. Проявляли до 1000 единиц пленку. Чтобы было зерно на экране. Что вы думаете? Они сосканировали эту 16 мм пленочку. И они снимали в формате 2.35 на секундочку. И в России пришли на премьеру. А там какой-то мыльный объектив. Все идеально не резко. Но все мягкое. Ровное все. Все курят в зале. Все ровненько. А он всем нам рассказал. Я говорю. Там Бажена рыдала в лаборатории. Просто зерно с кулак прыгает. Лица такие. Глаза не видно. Приходим. Такое ощущение. Что просто у тебя очень плохое зрение. Вот так вот сделать. А экран же вы видите. Трехэтажное здание. Огромное. Все растянуто. Вот. Так что. Поэтому мы сейчас говорим именно об этом. Всегда хочется противоположности. Сейчас бьются по поводу разрешения. Уже 4К. Хорошо. Уже 6К Драгон снимает. Хорошо 8К. Уже телевидение было в Сочи снимало. Этих лыжников. В Сочи. Лыжники. 8К. Мне показали фотографию. Стоит ПТС их. Прямой эфир. 8К. Прямой эфир. Япония. Зачем? А там у них на телевизорах есть наезд. Вон смотри телевизор. Японский лыжник. Шестнадцатикратный. И там уже 4К. Нормально. И панорамка. А кто это судья? Он спит. Смотрите. Судья вон там. Они уже сделали. Зачем? Сейчас появится чересчур излишняя резкость. А где ваши старые объективы? Планары. Вот такие. А можно шкурочки вот так слегка? Да. Не надо фильтров. Шкурочки. Помнишь? Давай вот так вот потрем. Вот так будет. А может придумать скоро маленькие лампочки флю в объективе? Маленькие. Засветочки такие. Небольшие. Какая вторая реклама слушаешь с этими фонарями? Ну я имею ввиду с этими. С любящими. С любящими, да. Только придумал, а уже все сделали. Вот так вот. Друзья, покурите 5-10 минут? Давайте. Десять минут перекурите, а мы пока отдохнем, а вас обсуждаем. Так, друзья, давайте рассаживаться поудобнее. Мне очень приятно было сегодня от Михаила услышать некоторые слова. С одной стороны, с потрясающим пониманием пленки, цифры Алекса и то, что Миша похвалил, фильм, снятый на фотоаппарат. Этим еще раз доказывает то, что главное, чему мы учим, мы учимся снимать. А на что снимать, это не важно. Однако, хотел бы спросить, Миша, ты упомянул оптику, есть какие-то любимые объективы, любимые линейки, что можно выбирать или все равно чем снимать? Не просто так, затравки технические. Ну, если говорить, допустим, если вернуться к зимнему пути, когда мы были ограничены, мягко говоря, в бюджете, то, ну, по знакомству, вот к тому самому, к капельному Греду? Да. Был взят комплект объективов High Speed. Они приехали на площадку. Мороз был 22 градуса. И, в общем, мы их просто не провернули. Они просто не провернули. Продюсер сам, в прошлом оператор, то есть он учился в Вадике. Мы взяли куколица четыре, почему он был сказанно. Но там было просто, не было, не было. То есть они вообще не вращались никак. Ни ручную, ни натору. То есть, ручных можно было провернуть, но... А поскольку там, ну, половина, может быть, даже две трети картины на улице, и в тот год были сильные морозы, то, в общем, мы поняли, что надо что-то. Ну, что тут делать, да? Появляются новые объективы. Вот мне посчастливилось снять картину на S5-й круг. На самом деле, это, конечно, отчасти плацебо, отчасти ты где-то себя уговариваешь, отчасти то, что видишь, тебе нравится. Но они между собой точно... Ну, то есть они взаимозаменяемы. То есть, если там, например, у тебя нет линейки 135-го, а то ты можешь взять из S4, и ты ничего не потеряешь ни по цвету. Вместо S5? Да. Но у тебя не будет той диафрагмы, естественно. Вот. Но, в общем, на 135-м, 1,3 или 2,8, разница невелика. Но... А объективы понравились. Когда, опять же, у тебя есть запас, не обязательно снимать на открытой диафрагме, а просто у тебя запас есть. Если ты смело снимаешь на 2,5-й, когда это нужно, то ты не изнашиваешь, скажем, изображение. Потому что всегда есть артефакты, если тебе не нужны сильные какие-то операции по краям, потому что на открытой диафрагме все равно объективы себя ведут по-разному. Вот. Если, опять же, ты не хочешь то, что мы обсуждали, испортить немножко цифровое изображение, или дать ему чуть-чуть подмыть его, дождаться каких-нибудь, как это называется, French Color, это когда у тебя по одну сторону высококонтрастного элемента, то у тебя зеленая полоса, а по другую – фиолетовая. Вот. Если кому-то это нравится, то можно там на старых объективах, кажется, да и не только, снимать на открытой. Посчастливилось поработать на анноморфотной оптике, анноморфотной. Очень доволен. На любой диафрагме можно снимать. Очень интересно рисует. Но это анноморфотная оптика, я, в принципе, к ней не ровно дышу, она мне очень нравится. Однажды, картину, которую мы с ним с Андреем взяли, она была снята на анноморфотной кухой объективы. Вот. И тогда она уже полюбилась, потому что ты используешь полностью кадр, который в пользу кинотеатра уже потом вас разжимается. Здесь то же самое, когда вы снимаете широкоэкранную картину, и используете, режете 16 на 9 сенсор, отрезаете его чуть-чуть немножко сверху, снизу, и потом растягиваете его. Это не совсем то, точнее совсем не то, как если бы вы снимали на 3 на 4 кадр, и у вас анноморфотный объектив, у вас полностью, то есть у вас вся, вся ваша прекрасная цифровая резкость, которая, опять же, нивелируется очень интересным, как это сейчас модное слово букет, нефокусный. Такой анноморфотный, этот нефокусный эффект, он очень интересен, потому что там этот фокус, как они выражаются, он падает немножко по-другому, точнее совсем по-другому, чем он падает на обычной асферической оптике. То есть он просто по-другому распределяет фокус анноморфотный объектив. Опять же, благодаря вот этому своему эффекту. Многолинзовостью? Ну, многолинзовость, да. Более того, объективы, которые я снимал, американцы, они же затошные в чем-то. А в какой-то момент, когда вы, допустим, переводите с крупного какого-то объекта на чуть более средний, чуть дальше, переднее лицо, лицо по переднему плану становилось, оно немножко из-за того, что анноморфотная линза, она же овальная, у вас лицо становилось блином, потому что ты перекидывал фокус туда. То лицо, которое было в фокусе, оно становилось нормальным, а переднее, оно немножко... Улыбалось. Так они придумали целую систему механизмов линз, чтобы поворачивать их. Это маленький элемент, который стоит на объективе, такой маленький горбик, я никогда не знал, что это такое. Он спросил, мне это, наверное, не объяснили, что это. Это для того, чтобы лица не менялись. То есть у нас полкартины, а потом задел случайно. Нет, нет, ну, в общем, хороший объектив. Здесь у нас с этим, как-то, я не знаю, может, это модно стало, что-то, наверное. Но на маршрутных объективах у нас там трудно сейчас. Просто на маршрутной оптике как раз сейчас, ну, достаточно большое количество в том числе рекламных операторов очень хвалит на маршрутную оптику. Я хотел спросить ваше мнение, сколько ее применение оправданно для цифровой камеры. То есть для пленки понятно, мы хотим видеть полный кадр для цифровой камеры вот только ради боке и вот это вот падение фокуса специфического. Потому что... То есть вы видите особо разницу? Нет, я имею в виду, что мы же используем, мы можем использовать разные, как бы, кроп на матрице, да, и разную, как бы, разную ширину кадра на цифровой камере вне зависимости. То есть нам не нужно растягивать его, мы не на пленке, нам нужно отрезать сверху и снизу. Как бы сенсор подстраиваться, ну, в любом случае. Ну, кроп – ключевое слово, которое вы принесли. То есть вы кропите, вы режете сенсор. А зачем вам его резать, когда вы можете его использовать полностью? Ну, на реде режем, а на лекси, по-моему, там можно как-то через... Нет, ну, подождите, вот вы снимаете просто на 16х9 или 4х3 со сферической оптикой. Да. И что вы потом делаете? Если у вас широкоэкранная картина? Ну, если мы берем ред, то да, он отрезает верхнюю и нижнюю часть. Нет, ну, они, в принципе, сенсор, он либо 16х9, либо 3х4. Ну, 16х9, соответственно. 16х9, соответственно. 16х9, если он у вас. То есть вам все равно, если вы хотите 2х35, он в верхнюю и нижнюю, там, часть изображения, то есть 1х78, он должен превратить в 2х4. Да, есть. То есть вы теряете 3х3. И не используете его по назначению. А так, если вы снимаете нано-маршрутную обучку 3х4, вы полностью используете свой сенсор. А глубина резкости? Глубина резкости, естественно, падает. Падает. Что приветствуется... Я имею в виду, что... Да, среди команды фокусников это очень любимая тема. Опять наш пообещал-то на 5х6. Снова 2х2. Ничего подобного. Я соврал. Нет, нет. Именно... Я про перьянца рассказывал. А, да? Да. Привез оптику на марафортную, сказал, буду снимать картину. Боец. Только на 5х6. Мне сказали. Потрясающее изображение. Резкость. Все. Стоит свет. А ну-ка, приятный диафрагм, что это такое, какая-то темень у меня? О, вот, вот, вот. Так 2х2 же. Ничего, ничего. Снимаем. Крутим фокус, крутим. Это Хок объективный. Да. Который он полюбил, наверное, на «Солнечном неделе». Да. Я понял. Мне вот не очень повезло. Схок. Я на них так... Картины не удалось мне. На рекламе немножко поработал. Но, на мой взгляд, они не очень хорошо себя ведут на открытых диафрагмах. Они мыльные. Ну, то есть, они так... Мыль сильно мыльные. Хорошо, вот, если 40, 50, 75, самые ходовые там, 50, 75, например, на мой взгляд. Они на открытые не очень. Вот 2х8 и дальше 4 хорошо. А так как-то не... Тань, нам не мешай мне? Ссори, смотри, простите. Ну, просто потихоньку слегка. В общем, если я не убедил, возьмите, попробуйте. Разница будет. Обязательно. На следующем фильме. И те, и те, возьми два комплекта. Конечно. И кадр так, кадр так. Две кадры. Проблемы. Презентарные. Другие. Есть русские. Без лома. Алома хороший, как и? Пробуем они? Я пробовал, я делал с ним. Они немножко разные. То есть, тот комплект, который нам попался, он был не очень. Он разный по цвету, но это небольшая проблема. Они, кстати, мне понравились больше, чем хопки. Если бы они еще были немножко отъюстированы, получше. Вот совсем хорошо. Может, и «Жигули» хорошие делать. Может, скажешь. Я помню, там жаловался кто-то из представителей завода «Лома», который говорит, ну, все делаем. Процессионная точность. Ну, все. Ну, все. Казалось бы, все делаем. Вот покрасим объектив. Красочка 2,8, 4,5. Отправляем на съемки. Через месяц говорят. У вас объективы стерлись. Краска не держится. Потому что не немецкую взяли, а советскую взяли. Слезает. Ну, к слову. Какие еще есть вопросы? По технике особенно. Добрый. Можно задать маленький вопрос к оптике. А светопильтры вы пользуетесь? Это очень часто? У вас световой сменой. Может, огни. Ну, вообще, твоя история с фильтрами. Да, да. С чего начинал? Чем заканчиваешь? Что их волнует? То, что разговоры о том, что, что ты палишь сюда, пихаешь какое-то стекло. Потом все на пасти поправим. Правильно? Да. Угу. Ну, скажем так. Мой опыт в этом совсем небольшой. Снимая картину на Алексу. Там история позволяла сделать изображение разным в фильме. Там были военные годы и современность. Подумал, что почему бы военные годы немножко, чуть-чуть цвета, например, чуть-чуть поднуть. Так. Чуть-чуть, чтобы заплывало на черное. Так, аккуратно. Промист. Да. Промист или софт-эффект. Софт-эффект. Да. По началу поставили, сделали тесты, очень обрадовались, чувствуется разное, другое изображение, но очень деликатное. Развернули линии экран, много. Получилось много. Отказывалось. Поэтому, я думаю, что если сейчас буду делать цвет, может быть туда добавлю этого промиста. Посмотрю опять цифрового. Но я думаю, что скорее всего не буду этого делать. Ну и опять же, я просто не небольшой вопрос с этим. А эффектный фильтр много не использовал. В основном это интелли. Да, интелли. Но, повторюсь, мне кажется, лучше, конечно, максимально делать в камеру. Не полагаться на пунктон. Конечно, если вы вдруг там выпали из фокуса, где-то он у вас на экране, его мягким, конечно, подшарпить. Сейчас это люди уже умеют делать. Там несколькими слоями. Это все понятно. Но вот такие. То есть это, мне кажется, нужно закладывать все-таки в репродакшен. Хотите вы этот эффект в картине или нет? Твоя любовь к тележкам, к кранам, к железу. Ну, стадикам-то не любишь, это мы это поняли все. Изерик лучше стадикам. Это понятно. А вот очень много у тебя, а он, особенно с Андреем, много статики, много глубины, много пространства. Не летаешь на квадрокоптерах, на кранах. Нет манеры такой, нет желания подниматься выше зрения человека. Ну, это все-таки специфическая такая вещь. Не потому, что хочется спросить, а чей этот взгляд. Ну, это отчасти. Но я думаю, что это все-таки понятно, что вы развлекаете. Но мне кажется, это важно. Почему вы должны сами себе объяснить, почему вы вдруг решили использовать как квадрокоптер. То, что вы только что выпустили. Или потому, что это объективно необходимо для сценария. Ну, то есть, мое отношение к этим вещам, оно скупа утилитарное. То есть, если мне нужна верхняя точка, я абсолютно точно никак это не сделаю, кроме как с крана. Или нужно подняться с крана, это нельзя сделать, и это должен быть квадрокоптер. Значит, так оно должно быть. Но если я могу обойтись без этого, если я могу обойтись без квадрокоптера или с крана, я это сделаю с долей или со штатива, или с чего-то еще. Потому что тяжелая техника, хорошая, дорогая, точная техника, она подразумевает все равно общение с несколькими людьми одновременно. Когда у вас человек сидит, если вы сами не сидите на джойстиках или на колесах, то стрела, голова, доли. То есть, три человека, и как-то вам нужно им свою мысль донести всем троим, чтобы они синхронно все это сделали. Даже если это банальное, простое, линейное движение. То есть, мой опыт мне говорит о том, что это не всегда получается идеально. То есть, я не могу это сделать с долей, потому что я увижу рельсы, потому что панорама очень длинная. Тогда это только кран. Но тогда это полсмены мы тратим на репетицию, и потом полсмены снимаем. Так было, кстати, в Гелиофане. Они привезли кран, смонтировали его, построили платформу, поставили. День мы репетировали. Ну, естественно, без разрушения. Движение было. Выезд, когда въезд. Там въезд в дом. А, въезд в дом. Дважды его переставили. Один раз в кухне, второй раз в гостинию. То есть, ударили стену, и камера въезжала. Там банальное движение, там, может быть, камера проезжать, может быть, два метра, может быть, два с половиной. Ну, понятно было, что доля туда не встанет. Кто на них повезет. Если кто-то поехал, то уже не было в живых. А вторая камера снимала снаружи, да, общий план? Три камеры снимала, да, общий план. Ну, потому что такое стоило снять. Скажите, а в изгнании, там финальный кадр вот этот, очень длинный, это он одним куском снимался? Или это... Да. Потому что там какой-то очень длинный проезд, причем через какие-то вот передние плаши. Да, это как если бы камера оказалась под домом, да, то есть она с вершины дерева опускается вниз к ручью. Камера идет по ручью, какое-то время попадает под дом и дальше, проезжая под домом, между своими, выезжает из-под дома, и мы видим лужу, которая отражается. Дома начинает идти дождь, да. Как это было? Ну, не было, конечно, у дома никакой кран бы по дому бы не проехал. Построили, то есть поставили рядом с этим садом, поставили эти сваи, налили лужу специально для того, чтобы в ней отразился баннер, на котором был изображен дом. Да, это, ух ты, меня купили. Баннер, да? А в картине «Возвращение» в начале, где два главного героя, два мальчика, убегают, бегут к дому, как это снималось? Там такой профильный план на длинном фокусе, и там машина, даже что? Это автомобиль «Газель», да, статикам, человек снимался статикам о бегущих. И потом также это было снято из задней двери. А вот, а в конце фильма, где вот они вот бегут уже к этой вышке, вот такие вот, на смазе, такие тоже длинные профильные кадры, вот, и вот они из фокуса упадают. Ну, просто не устревали. Да, это был 300-й объектив, просто не падая, да. Ну, поля бы немножко не устревал. А ещё возгнание, там у вас есть верхние точки. Вот, когда машина припаркована в городе, по-моему, у Марка идет. Да. Это они были обусловлены по нами какими-то, или... Нет, просто хотелось немного отстранить. Это тот самый случай, когда это заслуживало того. Там не было крана, это была обычная дура. Да. Так, по-железке закончить, хватит, чтобы сказать, про право мысли, что... Я хотел свернуться в эстетические... Давай, возвращаюсь уже. Вот, для кого-то 100% вы уже являетесь человеком, который повлиял на какое-то формирование из галевосприятия. То есть, кто-то мне говорит, вот, Кричман это... Это красиво, да? Вот, если... Я хочу, как Кричман, да? Это здорово. Скажешь, что у вас потрясло, кто вас потряс? Не обязательно, может быть, даже это... Прокинулась, может быть, музыка. Вот откуда... Откуда черпать, уже был вопрос. Ну, и, конечно, может быть, картины или операторы, которые оставили след. Хорошо. Ведь, наверное, никогда не будет действовать. Да, безусловно. Так получилось, что образование мое началось с иностранного кино. Хотя, конечно же, в детстве я смотрел на сцену русское кино. И в кинотеатре, и в телевизоре. Любимым моим фильмом, который я знал, до кадра было «Слышью чужой». Это когда его крутили, еще там, в 84-м году, и там еще был редактор субтитров «ЭРО». «ЭРО». Есть новая редакция, мы можем пересмотреть. Да? Новая редакция? Новая цифровка. А-а-а. Ну, через часик. Хорошо. Вот, конечно, я тогда неподозревал не о чем. Не знал, что это. И круг этот в какой-то момент замкнулся, потому что начинал я с иностранных операторов, когда он начал как-то вникать в эту литературу. Потому что мне не выпадалась эта русская литература никакая. Учебников у меня не было, поэтому я был американ-синематографер. И вот эти книжечки, которые там можно было выписать через него. Вот. И уже потом, спустя несколько лет, я стал пересматривать или вообще впервые смотреть наши картины. Вот. И, ну, то есть, здесь ничего нового не придумал. Конечно же, это вот эти три-четыре-пять фигур, которые вы все знаете. И они настолько индивидуальные и уникальные. И мощные. Потому что где-то можно сказать, что кино могло устареть. Но я, например, не устаю смотреть на русское кино. Может быть сейчас просто какое-то другое для меня, какое-то другое открытие, другое дыхание. Просто какое-то другое узнавание этих людей. Может быть, потому что я к нему как-то приблизился. Может быть, потому что в какой-то момент познакомился поближе с Владимиром Ивановичем. Это тоже, конечно, дает свою почву и свое питание. Вот. И ты уже можно просто как-то как-то преломляешь мир. И пытаешься его изменить. И себя в том числе. Но я считаю, что это глыбе, конечно. С радостью бы еще смотрел бы их картины, если бы они еще здесь были. Вот. А если говорить об иностранном кино, ну, там всегда кто-то появляется. Каждый год кто-то, кто-то. Вы у них сами все знаете. Там тоже человек. Просто порыви, 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 какого-то шока. То есть, я там в детстве смотрел фильмы «Бёрд», у меня еще не знаю, что глыбецкий, да? «Пусанная лощина». Но я уже понимал, что это просто чудо. Ну, я бы маленький. Может быть. Согласен, согласен, да. Да. Именно эту картину бы тоже выделил бы, да. Но он, к сожалению, простите, да, он широк, потому что здесь поставить кого-то. Но в какой-то момент, когда вот я искал то самое отбеливание, мне вообще о нем сказал режиссер, который когда-то заканчивал «Обгиб». Он сказал, что вот Дарю Схон же в семье сделал обход отбеливания. Он даже не знал, какое, чего отбеливание. Вот там есть некий процесс. Я попер свой обгиб Коновалову и спросил у него про это. Да, конечно, вопрос. Удумал папочку и дал мне этот реферат этого иракца. Иракца. Который был написан очень на кривом русском языке. Там, правда, еще английский окинул. Когда это был Дарю Схон же, вот он, конечно, был с толпом. Но где-то попадалась книжка Железнякова потом. Я не могу сказать, что мне все близко нравится. Но есть какие-то вещи, просто из себя узнаешь. Это очень важно. Вопрос по свету. В Левиафане был кадр, когда мэр вызвал трех людей к себе. Про папку они обсуждали. Там было, по-моему, если не ошибаюсь, один из первых кадров на столе стоял. То есть по бокам люди сидели, а мэр прямо в камеру. То есть сурово кричал, что понимаете ситуацию. Там был по свету такой момент, что как будто солнце зашло за облако, а потом снова высветило. Вот я обратил на это внимание. Это было случайно сделано или это вы как сделали? Нет, я ничего не делал. Это действительно так. Просто получилось, да, случайно? Да, потому что мы просто запрастили окна. То есть мы не могли там сильно влиять на ситуацию, потому что ввиду этажность зданий, это реальная мэрия, то есть это кабинет реального мэра. Он еще не знал о том, что надо будет снимать. К счастью. И... Да, солнце выходило. Но меня это, на самом деле, меня это не смущает. Да, там потеря плотности. Ну, как-то оно, мне кажется, не надо ломать природу. Надо, мне кажется, пытаться и следовать. Просто если бы это было не натурально, было бы интересно, как вы пришли к такому мнению. То есть это такой эффект, который не каждый режиссер и оператор может додуматься, потому что голова занята другими вещами, а так вот, чтобы вот такой вот эффект нам придали. Не надо вообще... Молодцы. Ну, честно говоря, где-то такие вещи... То есть я люблю, когда природа вдруг вмешивается в процесс, потому что она что-то привносит, безусловно. И, на мой взгляд, если это она вмешивается, то это точно в лучшую сторону. Вот. Но иногда хочется эти вещи повторять. То есть, когда, например, есть декорации в Елене восход солнца, это просто десятикиловаттные приборы, которые поднимаются на штативе. В кадрах там до двери, три минуты, я точно не помню. И по диммеру увеличиваются спейс-лайты, добавляя небесного заполнения, как это происходит при восходе. Ну, при восходе солнца. Конечно, это всё не очень настоящее. То есть вы этого почти не видите, но только на ускоренном как-то заметите. Ну, опять же, солнце появляется, вы видите. Вот прибор, ну, то самое солнце. Это хотелось сделать. Ну, вроде бы, как у нас там получилось. Где-то были ещё какие-то моменты, когда, например, героиня из кухни пересекает всю декорацию и идёт в библиотеку за той самой злополучной книжкой. В этот момент солнце сильно светит в кухне. Ну, поскольку это один кадр, она идёт там вот эти 15 метров до библиотеки, достает книгу. Когда она возвращается, там солнца нет. Никто этого не видит, конечно. Но, тем не менее, ощущение, оно там есть. Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. То есть просто солнце и увели. И чуть сделали чуть плотнее за окно. То есть просто его там нет. Там холодный такой рассеянный свет остался. Его не видно. Но, мне кажется, эти вещи всё равно, если вы хотите их поднести, мне кажется, нужно пытаться их. Если, тем более, это не очень затратно. Там три человека с флагами что-то там сделали и отвернули прибор. Ну, вы это верите? Возможно, это отражается как-то на термитургии и визуальной картине. Это, наверное, отражается. Хорошо. Такой вопрос. Были ли какие-то кадры в ревиафане вырезаны? То есть и сняты, вернее, и не вставлены? Было много сцен. Было, да? Проездов. Само-то были проезды. Потому что въезды и выезды из города были сняты несколько раз. На этой машине героев, мэра, машины их сопровождения. Было очень много. И потом это не вошло. Есть несколько сцен. Я думаю, что они есть на сайте у Андрея Злягинцева. Сцены не вошедшие. Чуть-чуть. Да. Спасибо. А можно ещё тоже по этому вопросу дополнение? А вы обсуждаете это с режиссёром? И я сейчас хочу так сделать, чтобы такой эффект был. Будь готов к этому. Ну, безусловно, нет. Ну, конечно. То есть не то, чтобы я могу это предложить. И он может возразить. А когда вы гаффером, гафферу, рассказываете? Вы делаете указание, что мы будем делать так. Вы ему рассказываете, что я просто хочу по природе сделать, как это в жизни происходит. Или вы просто говорите технически, но чтобы мы будем делать так-то, 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 так-то и всё. Ну, скажем так, это как раз эмберически. То есть, конечно, ему говорят, давай здесь зайдёт солнце. Давай попробуем, поднимем, там, 10-киловатный прибор. Вот. Мы это делаем с такой скоростью. Это не получается. Давай одновременно на диммере уберём, значит, Space Light. У нас их, там, 40. 40 диммеров. Мощность, мощность диммеров. Не могу сказать диммеров было... Ну, 320. Да. Максимально. Но уводились... У нас было три ряда по, по-моему, по 13 штук. Уводились только два. Один оставался. А, понял, да. Вот. То есть, это эмпирически. Это поднимается, что-то небо слишком рано увели. А это делается, естественно, несколько человек. То есть, такая тоже синхронизация довольно сложная. Но, если есть эффект, мне кажется, его надо добиваться. А солнце же ещё движется? Ну, нет. В этом смысле оно не успело, вроде. Так далеко. Там за минуту, мне кажется, у меня нет такой разности. Оно в основном. Угу. Ну, да. Но, опять же, знаете, это всё-таки есть некая мераусловности. По поводу не говорить с режиссёром, я сейчас вот обрежу. Я давно эту фразу придумал, вспомнил, вернее. Вы поймите, что режиссёр, если они присутствуют в зале, это те люди, которые имеют дело с финальным результатом. И у меня недавно был опыт, я вот такой пример, варсенивая. Очень просто. Сидим с режиссёром, перед плейбэком, с задником ходит, снимаем, смотрим кадр, шестой дубль. Ну, нормально, всё хорошо. И дальше. Вот выглядит актёр. Он говорит, можно мне актёрский дубль? Он говорит, конечно, можно. Конечно. Дайте дубльич актёрский. А актёр сходит, он говорит, нет. Монтируйте-то мне. Можно актёрский дубль, можно 8 актёрских дубль. Но монтировать-то будет он. Ему четвёртый понравился. До свидания. А по поводу неожиданного захода солнца. Всем задание. Посмотрите картину. Неоконченная пьеса для механического пианино оператора Павла Лебешева. Как сделала сцена? Затмение. Потом мне расскажите. Продолжаем. На ваш вопрос? Вы ответили. Ответил уже? Чёрт. То есть, я отвечаю перезапросим. Уровень, да. Гуру. Если вы хотите сделать восход солнца, и как вы приходите, каким методом это сделать? Я имею в виду к тому, что хорошо, это понятно, лампу посветить, но вот сколько, как, куда. Это уже мастерство. То есть, это уже не оператор решает или это? Я просто не знаю, как. Вы просто рассказали про 13 ламп. Хорошо, две поднялись, одна осталась. Почему? Это там странно. Вы понимаете, вот у вас, как вы говорите, две поднялись, одна осталась. Ну, их там было гораздо больше, но вы смотрите на глаз, у вас есть экспонометр, но у меня пока не на тот момент. Потому что снимала картину на пленку. Вы глазом понимаете, что здесь недостаточно темно. То есть, вам нужно ещё сделать темнее. Простите, и вам делать ещё темнее. Вот и всё. Прекрасная схема. Работает безошибочно. А можно вопрос задать? Но уже не про освещение. Как? Хорошо, говори. Про движение. Я вот, может быть, глупо вопрос задам, но мне так показалось, краем глаз. Когда был длинный наезд, когда судья зачитывала приговор, а по переднему плану там ещё какой-то столик стоял вроде бы. И мне всегда вызывал вопрос, как вы его миновали потом? Да. Может быть, столик хрустальный шесть раз. Ну, нет, это была всё-таки стойка, она была деревянная. Ну, слушайте, ну, убрать стойку. У вас есть возможность. Да, это было не очень просто, потому что здесь постояли скамейки. Сидевшим, значит, обвиняемым, ещё почти неподсудимым. Вот. Постановщики, когда камера уже теряла, в этот момент у нас было, там, четыре секунды, чтобы её под камерой удалить. Просто такое ощущение сначала будет, когда что он немного движется сам по себе или меня? Ну, вот я этого не замечал, если честно. Как только теряли его, сразу давали, как только в мониторе, сразу давали команду им. Они сидели прям под ним. Ну, это обычно. Представляешь? А, Миш, иногда говорят, там, или спрашивают у оператора, какой вы цвет не любите, какой цвет любите. Там, Витория Стараро писала о философии цвета. Что-нибудь у тебя есть такое, с цветом связанное? Не с контрастом Железнякова, не с черно-белым изображением, а именно с цветом? Есть какие-то свои мысли по этому поводу? Я, скорее, со старой рано соглашусь. Я не очень понимаю, как можно не любить какой-то цвет. Это как буквы. То есть, мне кажется, они все рабочие. Все, не будет мискитворения точно. Потому что они все хороши. А, мэритор? Да, да, да. А в новый человек есть? Спросил с Василием за импотеку. В эллиофании чей взгляд? Или как он меняется? А, философии, отрывки, 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 отрывки. Ну, не будет взгляд, вы говорили, а как взгляды. И там чей взгляд? Не важно для зрителей, автора. Ну, вы же как зритель. Вам приходит в голову задуматься, а кто это смотрит? Или вы просто принимаете фильм, как он есть? Зависит от определенного образа. То есть, Вас что-то к этому подтолкнуло, правильно? Да. Ну, то есть, либо Вы согласились с этим, либо не согласились. То есть, либо Вас выбросило из цены, либо Вы остались. А я не могу не соглашаться, потому что, ну, мне это навязывается. Ну, то есть, мне предлагают, и я выберу. Я имею в виду, либо Вы с этим соглашаетесь, либо нет. Добро выбора, собственно, только такое. То есть, если Вы все принимаете в Левиафане, то, значит, Вы приняли фильм. Совсем не обязательно, чтобы Вам близка идея, которую, может быть, нес, пытался высказать режиссер. Но Вы что-то свое увидели. И Вас ничто не выбило. Или, наоборот, Вас что-то покоробило. Но это… Нет, я в самом деле… Я, может, не правильно просто… А я не буду, когда… Субъект то, ну, как бы, то, как бы, а чего ли все это… Не знаю, мне кажется, главный человек в фильме – это все-таки зрители. Это тот человек, который смотрит. Вы же не думаете об авторе. Вы же не думаете, там, какого роста звядинцев или, там, сколько у него детей. А что бы я хотел вам этим сказать? Ну, может быть… Вы же все-таки сами смотрите. То есть, это Ваше личное восприятие. То есть, Вы – зеркало. Поэтому, Вы смотрите этот фильм, это… Только Вы можете себе ответить на это. Ну, мне так кажется. Ну, такой философский вопрос с точки зрения. Я сижу, думаю. Ну, вот… Оберданным, с точки зрения. Камера постоянно прыгает около героя. Справа, слева, справа, слева. Он медитирует… А это может про камеру? Нет, не про камеру. С точки зрения. С точки зрения повествователя. Значит, про него сказали, даже про этот фильм сказали, что за свои 200 рублей ты можешь побыть рядом с актером. Он в лимерке, ты смотришь на него. За 200 рублей. Недорого, в принципе. Этим фильм привлекает. Был написан. Я сейчас не свою мысль рассказываю, а прочитал. Ну, я так удивился. Я об этом вообще не думал, когда читал статью и смотрел фильм. А вот и люди об этом думают. С точки зрения чего… А Коновалов вообще говорит, что субъективного взгляда нет. Что даже если камера сверху… Да, да, да. Нету этой мухи, которая сидит на потолке или таракана. Это совсем другая история. Друзья, раз вас нет вопросов, больше не будем мучить… Да, да. Простите. Бог простит. Да. Да. Расскажите, пожалуйста, немножечко о том, как вы работаете с актерами. То есть, как вы договариваете, если они с вами договариваются. Вечером что ты пишешь? Как вот этот процесс взаимопроничного зрения… А вы из какого факультета? Из вас. Ага. Это вы только что пришли вот здесь вот в памяти. Частично там в той аудитовой… Половинка там есть. Я попробую ответить. Если я правильно понимаю ваш вопрос взаимодействия с актером… Если коротко, то я стараюсь не мешать. То есть, смотрим на низансцену с режиссёров, так как она была придумана и впоследствии она потерпела какие-то изменения. Можно сидеть на ступочке в углу и смотреть, как происходит низансцена. И дальше уже понять, где должна оказаться камера, в такой момент двигается она. Движется она или нет. Но по возможности там не ослеплять их, по возможности не заставлять ходить через рельсы, по возможности не блокировать их путь пенами. Ну, то есть, если это возможно, то это, наверное, так. Это потрясающе, что сказал у нас… Нет, очень точно сказал. Ну, об этом давно говорим, потому что люди, приходящие в кино, особенно операторы из фотографий, начинают с того, что ограничит актёрам место действия, из-за того, что у них свет зональный обычно стоит. И постепенно, с каждым полугодием, свет у них разрастается в разные стороны, расходятся эти световые облака, они убирают рельсы под актёров, убирают железяки, пенопласт убирают, и актёр начинает дышать полной грудью. Хороший вопрос. Я почему-то несправильно сказал. Чем больше свободы, тем проще актёры, тем больше будет вас любить, на самом деле. Ограничение, куда смотреть. Многие разы были случаи, когда пытаешься актёру выставить глаз какой-нибудь на портрете, и два дубля он снимал, не попадал в глаз, и я прекрасно играл. В этом дубле обернулся, ищет свет, прибор ищет, 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 ищет. Всё, пропало всё. Режиссёр в ужасе. Он понимает, что тебе нужен свет в глаз, но актёр уже пустой. Он это предмет для поиска прибора просто. ищет. Нашёл. И слеза пошла. Это никому не нужно будет. Да, да, да. А по поводу того, что ты сел в углу, с возраста возникает другая вещь. Ты тихонечко садишься в углу, и как бы я не буду вам мешать. И актёры инстинктивно начинают перед тобой всё разыгрывать. А кто ближе к тебе, всё вплоть становится, разворачивается, и говорит, я вам не буду мешать. И они как-то уже танцуют. Китайский театр. А вот ещё по поводу работы с цветом. Рук поднимай. Как вы сказали. Там вот РДС. Давай ты. Здравствуйте. Допустим, в том же самом изгнании, там есть кадр, когда красивый голубой цвет. То есть там стены, кровать, одеяние на трисе. Это вот чей выбор? Это ваш или художник выбор? И как вы договариваете? Художник. Художник делал экспликацию. Художник по костюмам предлагал костюмы, ткани. И даже для изгнания мы делали подборку тканей разных персонажей, кто во что примерно будет ходить, потому что они переодеваются. Кроме главного героя, они переодевания несколько раз переодеваются. Мы сканировали эти ткани просто для себя. Просто сканировали и эти фотографии потом, ну вот эти сканы раскечатывали. Получались такие интересные, любопытные коллажи. И отсюда немножко росли в том числе и обои, цвет стен, реквизитор. То есть окружающие установки? Да. Вы сканировали, фотографировали ткани сами? Нет, мы сканировали ткани. Мы их прямо выкладывали на сканер и прямо сканировали. Такая, значит, интересная фактура получается. То есть что-то там не фокус уходит. Особенно, когда какой-нибудь там лен, знаете, или кожа. Очень здорово все. На самом деле это в общем ни о чем, это никак не применимо. То есть это просто такое развлечение. Но оно любопытно, вы на это затрачиваетесь, и оно в ответ вам тоже что-то приносит. Решение тоже помогает. А фотографии? Часто ли вы фотографируете на пленке или на ткани? К сожалению, нет. На объекте это когда вы решите? На объекте, конечно, когда выбираем натуры, безусловно, да. Но, опять же, сегодня есть айфон. Хотя я честно хочу сказать, что я уже давно, уже пару лет скучаю по нормальной камере, наверное, даже больше. Кландроида, да. Лейка нам давала камеры на Левиафан, так чтобы мы делали какие-то там кадры, что-то такое. Вот, они обеспечивали фильмофильм, то есть они дали камеры цифровые. Но, в смысле, они дали мне цифровую камеру, а им, люди, которые делают фильмофильм, дали оптику. Лейковская оптика, очень хорошая оптика. Но Лейковская матрица здесь нет представителей. Нет, это, вот. Всех выгодно так. Что, что, что? Ну, скажем, если сравнивать с Никоном, вот. Все-таки не Лейка. Но это, правда, была девятка. Я не знаю, я новую не видел. В общем, вот, там фактически такие аберрации, которые уже скапливаются на матрице, они все-таки по слове. Нет пока никакого фотоаппарата. Хочу, не знаю пока какой. А какой хочет фотоаппарат? Позили все. Я не знаю. Я, честно сказать, я думал про широкоформатную камеру. Но она стоит... Хастель Блак. Мамея Секо. Она не... Да. Ну, во-первых, нужно иметь... Я встречался... Ахва-оператор, знаете, Бруно Дэк Бонова. Вот он... У него был этот... То есть он его продемонстрировал. Он говорит, ну, правда, у меня... Отлично. То есть мы как раз ездили в том, что он делал эти фотографии, и тут же он соцелевал на компьютер. Полчаса. Эта фотография одна вот так появлялась. Причем это был очень быстрый Mac. Мы говорим, наверное, там загружено, много там программ. У меня нет здесь ничего. Ничего. Это только для моих фотографий. То есть, конечно, это голуба громадная. А только она и большая. И мне очень удобно. 6 на 6, да? Ну, большая вот эта, да. Там она там 24... Средний формат или... Сроки? Нет, средний формат. Да. Ну, все равно, грубо. В общем, не понимает. Там были опыты, давай. Можно вернуться чуть назад по поводу актеров на освещение. В мераторфальне есть сцена, где они проявляют милицию. И у адвоката, там он вворачивался в камеру, у него один глаз затемнен. Как будто бы адвокам пингал. Ну, и буквально через некоторое время у него там действительно появляется пингал. После поездки на пикник. Было как-то задуманное метод? Нет, это в вас вы увидели. Нет, это случайно. Там в приборах как-то было все. То есть нужно было это решить таким простым неоновым светом. Я думаю, что там были настоящие неоновые лампы. По-моему, с компенсацией. Опять, с компенсацией минус грин. Восьмушка, по-моему, лечить точно было. Вот. И что-то было, это было настоящее, бывшее какое-то отделение лица, которое было покрашено, и там реквизитом заполнено. Вот. Поэтому, ну, вообще не хотелось там делать никаких красивых лиц. Мне кажется, это помещение не заслуживает того, чтобы люди в нем выглядели красиво. А были вообще в павильонной сцены? Потому что, вы сами говорите, что все в интерьере. В интерьере Афан? Да, в интерьере. Нет, в павильоне был снят единственный кадр. Единственный кадр, это... Вы видели звонаря в этом фильме? Который звонит в колок. Я пришел? Вы опоздали на фильм? Нет, это последний кадр. А, последний? Это последний кадр, да. Да. Ну, в общем, вот эта церковь, которая стоит вместо дома, она звенит. И, естественно, в этот колокол звенит звонарь. Вот этот звонарь настоящий. Он снят, наверное, на зеленом павильоне. На хроноке в павильоне, да? В павильоне, там, 10 на 10 метров. И потом его компьютерной графикой туда вставили. Потому что, естественно, никакой церкви там не было. Понимаете, она построена. Да мы знаем, ты Каяков все уже сказал. Вот. Про хита, про церковь. Все, все должно было. Я пытался немного ответить на этот вопрос. Вы знаете, это такое счастливое совпадение. Что как раз мы хотели снимать ручной камеры, и у продюсеров не было денег. Можно так рассуждать. Но я думаю, что это решение, конечно, оно исходит из обстоятельств. Безусловно. Мы точно не могли себе позволить ни кранов, ни долей. Ну, какую-то, может быть, совсем легкую тележку. Но мне этого не хотелось совсем. Я имею в виду, вот так получилось, что здесь все срослось. Сослось. Ну, посещаете ли вы, если с актерами, если да, что они вам просят? Стараюсь посещать. Когда режиссер более-менее уже уверен. Просто с Андреем это так часто бывает, что он одного и того же актера может видеть, может смотреть несколько раз с разными актерами в паре. И когда он более-менее уверен в ком-то. Или, например, он просит меня прийти посмотреть. Конечно же. Посмотрю. Но снимать все пробы я предпочитаю это не делать, потому что немного голова от этого стоит. Это вы спросили к тому, что ходить оператору на пробы не ходить? Ну, это вечная проблема. Не то, чтобы он прям вот... Ну, то есть он может, конечно, спросить. То есть если доверительные отношения, то, конечно, если от тебя ждут какого-то мнения, ты можешь его высказать. Но если их не ждут, то лучше промолчать. Оно потом и так проявится, потому что если это режиссер хороший, ты можешь ему не говорить, что... По лицу видно, да. Во-первых, здесь есть небольшой фактор субъективности. Что такое неправильно. То есть неправильно, по вашему мнению, или неправильно, когда все понимают, что все неправильно, и сам режиссер продолжает это делать? Ну... Нет. Ну... Я думаю, что это... В данном случае, если у вас есть контакт с режиссером, а он должен быть, то если вы чувствуете, что что-то идет не так, и уже это не первый дубль, например, то вы, конечно же, можете как-то отойти, выйти, посмотреть на общие планы, дать ему понять, что, кажется, что что-то не идет. Надо чем-то другой попробовать. Вот. Но может так случиться, что режиссер делает это намеренно. Потому что это все-таки его кино не сбылает. Он намеренно, в смысле? Ну, он намеренно что-то пытается сломать. То есть, на ваш взгляд, это кажется, да, что это абсурд, зачем этим заниматься, мы это делаем уже три дубля, а это все не происходит, не происходит. То есть, это, возможно, задача. Возможно, режиссер что-то добивается. А вы сейчас пытаетесь умничать и говорить очевидные вещи, что это... Он не дурак, он видит, что это не то, но он зачем-то это делает. Если он делает это не то, оператор уходит в режиссу. К сожалению. Получается очень красивое, но очень скучное кино. Просто иногда на площадке иногда я просто слышу фразу. Все-таки нужно. Когда такая ситуация возникает, у меня обычный фокусник. Все-таки нужно. А вы по профессии? Нужен уже. Нужен уже. Я правильно сказал. Я думаю, что это все, конечно, индивидуально. Я думаю, что вы просто непродуктивно пытаться злиться, демонстрировать свой гнев. Иногда вы просто не можете сдержаться, естественно. Можете себе что-то позволить. Холодный обед-то. Ну как? Ну как вот? Ну... Не знаю. Я стараюсь этого не делать. Стараюсь. Не знаю, что я не делал, но стараюсь этого не делать. Это непродуктивно. Это не к чему вообще-то. Это верим. Хорошим. Хотя... Ну, все выяснили, что могли. Какие-то испуганные какие-то ребята. Есть что-то. Есть что-то. Что-то гипнозирующее. Давайте поаплодируем Михаилу. Спасибо. На это веселой ночи, Миш. Спасибо тебе большое. Буду тебе присылать студентов на практику. Имей в виду. Не отказывай, пожалуйста. И снимай, пожалуйста, в России. Потому что далеко не отъехать не могут. Все. На сегодня все. Вам спасибо, ребята. Спасибо. А не буду таких. Второй курс. Второй, оставь. Второй курс. Задержитесь. Ну, можете в туалет сходить и задержитесь. Привет. Игорь Ильич Манул от Астахова. Позвони как сможешь. Он говорит, мучил меня звонками. А-а-а. Он же там... А-а-а. А-а-а. А-а. А-а. А-а-а. А-а. А-а-а. А-а-а. Продолжение следует...